Что им давали эти победы, если после каждой союзники все более решительно отказывали им в том единственном, в чем они так нуждались в мире? Так Наполеон, вступив в Россию, векодушно предписал властям выйти к нему навстречу, но никто не явился. Я спустился по лестнице и вернулся в маленькую переднюю, где Морис, не зная, позовут ли его еще, Жупьен на всякий случай велел подождать, перебрасывался картами с одним из своих товарищей. Они были крайне взволнованы найденным на полу военным крестом, не зная, кто потерял его и куда его отослать, чтобы избавить владельца от взыскания. Затем речь зашла о великодушии какого-то офицера, пошедшего на смерть, чтобы спасти своего ординарца. — Есть же все-таки добрые люди среди богатых. Я бы с удовольствием пошел на смерть ради такого типа, как он, — сказал Морис, который, вероятно, порол барона совершенно механически. Из-за отсутствия образования, нужды и определенной склонности зарабатывать деньги способом, доставляющим меньше хлопот, чем обычная работа и, к тому же, дающим больший доход. Но, помимо того, барон не напрасно высказывал опасения. У этого мальчика было слишком доброе сердце, и, казалось, он был храбр. Слезы чуть не проступили на его глазах, когда он заговорил о смерти того офицера. Двадцатидвухлетний юноша был взволнован не меньше. — Да, это шикарные парни. О бедняках, как мы, можно сказать, что не велика потеря, но барин, у которого куча слуг, который, что ни день, то клюкнет перед ужином, это да. Конечно, все, что угодно, можно обсмеять, но когда такие типы умирают, это действительно что-то. Господь не должен был допустить, чтобы богачи, как этот, погибали. Во-первых, они жуть как полезны для рабочего. Только за одну такую смерть надо всех немцев передавить до последнего, и за то, что они сделали в Льовене, за отрезанные запястья у детишек. Не знаю, как сказать, я не лучше других, но я бы скорее пустил пулю в глотку, чем подчинился таким варварам, как они. Это не люди, а настоящие варвары. Скажи еще, что не так. Льовен, Брабант, Бельгия. Несколько нереалистичное возмущение персонажа вызвано тем, что немцы сожгли университетскую библиотеку и памятник архитектуры XI века. Все эти юноши, короче говоря, были патриотами. Один, правда, раненый слегка в руку, был не на высоте прочь, сказав, что он вскоре должен вернуться. Пресвятая дева, это была неудачная рана, не та, из-за которой увольняют. Как некогда госпожа Сван говорила, я ухитрилась подхватить докучную инфлюенсу. Дверь хлопнула вновь. Это был выходивший на прогулку шофер. — Как уже все так скоро? — произнес он, заметив Мориса, который все еще должен был лупить человека в цепях, прозванного так по сходству с названием газеты того времени. «Человек в оковах» или «Человек в цепях» газета «Клемонсо», прозванная так вместо «Свободный человек», после запрета Клемонсо пророчил неизбежную войну с восточным соседом. — Ты-то гулял, тебе и скоро, — ответил Морис, уязвленный тем, что не слишком справился со своей ролью. — Но ты пошлепай вовсю, как я, в такую жару, если бы не пятьдесят франков, которые он дает. Потом он здорово болтает, сразу видно, что с образованием. Говорил, когда все это кончится? — Он говорил, что с ними нельзя покончить, что война кончится, но никто не победит. — Черт возьми, не как он бошь. — Я вам уже говорил, что вы слишком громко треплетесь, — сказал старший, заметив меня. — Вам больше не нужна комната? — Да не мели ты, начальник нашелся. — Не нужна, я пришел заплатить. — Лучше заплатить патрону. — Морис, иди-ка поищи. — Мне неудобно вас тревожить. — Это меня не потревожит. Морис вышел и вернулся, сказав, патрон спускается. Я дал ему два франка за беспокойство. Он расплылся от удовольствия. — О, спасибо большое. Я их отправлю братишки в лагерь. — Правда, он не так уж бедствует. Все зависит от лагеря. В это время два чрезвычайно элегантных клиента в белых костюмах и галстуках, двое русских, почудилось мне по их легкому акценту, став на пороге, раздумывали, зайти или нет. Видимо, пришли они сюда впервые. Видимо, им рассказывали об этом месте, и, казалось, они были раздираемы желанием, соблазном и великим страхом. Один из них, красавец-юноша, минуты две повторял другому с полуиронической, полувопросительной улыбкой. Ну, в конце концов, наплевать. И хотя он пытался этим сказать, что, в конце концов, последствия ему безразличны, вероятно, не настолько они были безразличны, ибо после этих слов он оставался стоять на месте и исследовал лишь новый взгляд, та же улыбка и тоже, ну, в конце концов, наплевать. В конце концов, наплевать. Один из множества образчиков восхитительного языка, несколько отличного от обычно употребляемого нами. В этом языке волнение отклоняет то, что мы хотим сказать, и взамен составляет совершенно иную фразу, всплывающую из неизвестного озера, где и живут эти выражения, не связанные с нашей мыслью, и этим, собственно, ее разоблачаем. В своем языке шлюха. Другой раз много лет спустя, когда Блок, став отцом семейства, выдал одну из своих дочерей за католика, некий не очень воспитанный человек спросил у нее, правда ли, что она дочь еврея, и какая у нее фамилия. Молодая дама, урожденная мадемуазель Блок, произнесла свое имя на немецкий манер, как произнес бы герцог де Германт Блок. Патрон, вернемся в отель, куда двое русских решились-таки войти, в конце концов, наплевать. Еще не пришел, но тут явился Жюпьен, сетуя, что внизу говорят слишком громко, так что могут донести соседи. Заметив меня, он остолбенел. «Выйдите все на лестницу!» Присутствующие уже встали, когда я сказал ему, было бы проще, если бы юноши остались здесь, а мы бы на минутку отлучились. Волнуюсь, он последовал за мной. Я объяснил ему, отчего я здесь. До нас доносились голоса клиентов, спрашивавших у патрона, не может ли он познакомить их с ливрейным лакеем, с лужкой, чернокожим шофером. Старых безумцев интересовали все профессии, рода войск, союзники всех наций. Некоторые испытывали особую тягу к канадцам, подпав, быть может, неосознанно подочарование акцента, столь легкого, что нельзя было понять, какой это акцент, старо-французский или английский. По причине юбок, а также от того, что некоторые озерные грезы совпадают подчас с подобными мечтами, были нарасхват шотландцы. И поскольку всякому безумию обстоятельства придают особые черты, если даже его не усугубляют, старик, уже удовлетворивший, должно быть, свои чаяния, настойчиво вопрошал, могут ли его свести с каким-нибудь увечным. Слышались медленные шаги по лестнице. По болтливости, присущей его природе, Жупьян не удержался и сказал мне, что спускается барон, что допустить нашу встречу ни в коем случае нельзя. Но если мне угодно войти в комнату, смежную с передней, в которой находились молодые люди, он тотчас откроет маленькое окошко. Эта хитрость была придумана им для барона, чтобы тот, не будучи замеченным, мог видеть и слышать. — И сейчас, — сказал мне Жупьян, — в мою честь эта хитрость будет обращена против барона. Только не шевелитесь. Он втолкнул меня в темноту и оставил одного. Впрочем, других комнат в его распоряжении не было, ибо отель, несмотря на войну, был полон. Та, из которой я только что ушел, уже была занята виконтом де Курвазье. Последний, покинув Красный Крест, на два дня решил часок поразвлечься в Париже, прежде чем встретиться в замке Курвазье с виконтессой, в которой он скажет, что не смог попасть на дневной поезд. Он не подозревал, что в нескольких метрах от него находится господин де Шарлю. Ничего не подозревал и тот, ибо никогда не встречался с кузеном у Жупьена. А последний не смог установить личность виконта, которую тот всячески скрывал. Вскоре действительно вошел барон, с трудом ступая из-за ран, которым, впрочем, ему пора уже было привыкнуть. Хотя на сегодня с развлечениями было покончено, и он пришел только выдать Марису причитающуюся плату, он обвел собравшихся юношей взором одновременно нежным и пытливым, рассчитывая на дополнительное удовольствие, которое и надеялся получить в ходе расшаркиваний, совершенно платонических, но любовно долгих. Я снова узнал в нем, в выказываемом им перед гаремом, казалось почти смущенном, резвом легкомыслии, в том, как покачивалась его фигура, голова, в этих томных взглядах, поразивших меня, когда я впервые увидел его в Распельере, грациозность, унаследованную от какой-нибудь неизвестной мне бабушки. В повседневной жизни она скрывалась в чертах мужественного лица, но кокетливо обнаруживалась в определенных обстоятельствах, когда он старался понравиться низкой среде, желанием Матроны казаться доброй сослугами. Жопьян рекомендовал юношей благосклонности барона, божась, что все они бельвильские бандиты. Что за Луидор пошли бы и с собственной сестрой. Впрочем, Жопьян разом врал и говорил правду. Они были и лучше, и чувствительней, чем он пытался представить. Они не принадлежали дикому племени. Те, кто считают их такими слишком благодушно, принимают все на веру, словно негодяи должны обладать таким же благодушием. Так что, сколько бы садист не стремился убедить себя, что он находится в обществе убийцы, не порочная душа последнего не претерпит от этого изменений. И садист бывает поражен, обнаружив ложь подобной публике, потому что на самом деле они вовсе не убийцы, а просто не прочь заработать деньгу. Их отец, мать или сестра поочередно воскресают и умирают, потому что убийцы запутались, развлекая клиент, пытаясь ему понравиться. Клиент со своими собственными представлениями о Жиголо и со своим восхищением перед якобы совершенными последним многочисленными убийствами по наивности удивляется сбитый с толку уловленными противоречиями и ложью. Казалось, он со всеми был знаком, и господин де Шерлю подолгу задерживался возле каждого, разговаривая с ними, как ему казалось, на их языке, разом жеманясь, напирая на местный колорит, но также затрагивая в разговоре распутную жизнь, испытывая садистское удовольствие. Какая мерзость! — Я тебя видел возле Олимпии с двумя фанерами. Они тебе давали капусту. Вот как ты меня надуваешь! По счастью, тот, к кому была обращена эта фраза, не успел объявить, что ни за что не взял бы капусты от женщины. Это наверняка уменьшило бы восторженность господина де Шерлю. И опротестовал лишь конец фразы, сказав «О нет, я вас не надуваю». Эти слова доставили господину де Шерлю в живое удовольствие, и, словно вопреки его воле, из-под маски показался ум. Повернувшись к Жупьену, он сказал, как мило он это сказал, и как прекрасно сказано. Можно подумать, что это правда. В конце концов, как узнать, где истина, если уж он заставил меня поверить ему? Какие у него прелестные глазки! Смотри, я сейчас дам тебе два смачных поцелуя в наказание, мальчонка. — Будешь вспоминать меня в окопах. Тяжеловато там приходится. О, матерь Божья, бывают дни, когда граната пролетает над ухом. Юноша принялся подражать свисту гранат, гулу самолетов и тому подобное. Но лучше на все это смотреть, как все смотрят, и вы можете быть уверены, что мы дойдем до конца. — До конца. — Еще бы только узнать, до какого конца. Меланхолически бросил барон, поскольку был пессимистом. — Вы что, не знаете, что Сара Бернар написала в газетах? Франция пойдет до концов. Французы скорее умрут все до последнего. Я ни на мгновение не сомневаюсь, что французы все до единого решительно пойдут на смерть, сказал господин де Шарлю, словно это была простейшая на свете аксиома, хотя у него самого и в мыслях ничего подобного не было. Он просто хотел изгладить произведенные им, когда он забылся, впечатления пораженца. Я в том не сомневаюсь, но я спрашиваю себя, в какой мере мадам Сара Бернар уполномочена говорить от имени Франции? — Кажется, я не знаком с этим очаровательным, этим восхитительным молодым человеком, — воскликнул он, увидев кого-то. Он его не узнал, а, быть может, никогда и не видел. Господин де Шарлю приветствовал его, как приветствовал бы принца в Версале. И чтобы, пользуясь случаем оптом, получить бесплатное удовольствие, когда я был маленьким, и мама ходила со мной к буасье или гуашь, я точно так же хватал в ответ на предложение одной из продавщиц конфету, извлеченную из какой-нибудь стеклянной вазы, меж которых они восседали. Сжав руку очаровательного юноши и долго ее разминая на пруссадский манер, он таращил на него глаза, расплывшись в застывшей улыбке. Так некогда, когда освещение было плохим, улыбались у фотографа. — Сударь, я очарован, восхищен, я счастлив познакомиться с вами. — У него прелестные волосы, — добавил он, обернувшись к Джипьену. Затем он подошел к Морису, чтобы вручить пятьдесят франков, но сначала взял его за талию. — Ты никогда не говорил мне, что зарезал консьержку из Бельвилля. И господин де Шарлю захрипел от восторга, нависнув прямо над лицом Морис. — Что вы, господин барон, — сказал Жеголо, которого забыли предупредить. — Как вы могли в это поверить? Независимо от того, истинным или ложным был сообщенный факт, злоумышленник, однако, находил его отвратительным и пытался отрицать. — Я понимаю еще, если мужчину Боша, например, потому что война, но женщину, и к тому же старую женщину. Барона от столь добродетельных принципов словно окатила ледяной водой. Он сухо отодвинулся от Мориса, выдав ему, однако, деньги с досадой одураченного человека, который не хотел бы устраивать шума и платит, но сам этому не рад. Получатель только усилил дурное впечатление барона, когда поблагодарил его следующим образом. — Я к завтрему вышлю их своим старикам, вот только что к брату оставлю, он ведь на фронте. Это трогательное проявление чувств столь же разочаровало господина де Шарлю, сколь его взбесили слова, их выражавшие. Это незамысловато крестьянская речь. Жупьен иногда предупреждал молодых людей, что надо все-таки быть поизвращенней. И тут один с таким видом, будто исповедует сатанизм, рискнул. — Знаете, барон, вы не поверите, но когда я еще был малышом, я подглядывал в замочную скважину, как мои родители обнимаются. — Как это порочно! Не правда ли? Вы скажете, что это я морочу вам голову. Так нет же, говорю вам, все так и было. Господина де Шарлю раздосадовали и взбесили эти фальшивые потуги на извращенность, разоблачившие лишь изрядную непорочность глупости. Впрочем, он не пришел бы в восторг ни от отъявленного бандита, ни от убийцы, ведь такие люди не рассуждают о своих злодеяниях. Садист часто обладает, сколь бы добр он ни был, тем более, если он добр как барон, жаждой зла, которую злодеи, пускающиеся во все тяжкие совсем по другим причинам, никогда не могут удовлетворить. Напрасно молодой человек, поздно поняв свою ошибку, сказал, что не выносит полицейских, и даже отважился предложить барону «забьем, что ли, стрелочку, то есть назначим свидание», очарование рассеялось. Чувствовалось липа, как в книжках авторов, которые тщатся употреблять аргу. Напрасно молодой человек стал в подробностях рассказывать обо всяких непристойностях, вытворяемых им с подругой. Господина де Шарлю поразило только, сколь непритязательны были эти непристойности. Впрочем, дело было не только в неискренности. Ничто не ограничено сильнее, чем удовольствие и порог. В этом случае, несколько изменив смысл выражения, можно сказать, что всегда вращаешься в одном и том же порочном круге. И хотя считалось, что господин де Шарлю принц, это не мешало им грустить о смерти человека, о котором Жиголо говорили. Я не знаю, как его звать, но, кажется, он был бароном. В то время, как это был никто иной, как принц де Фуа, отец друга Сен-Лу. Жена была убеждена, что большую часть времени тот проводил в клубе. На самом деле он частенько заходил к Джупьену, где болтал и рассказывал всякие светские истории местным проходимцам. Это был большой, красивый мужчина. Сын очень похож на него. Поразительно, что господин де Шарлю, может быть, от того, что встречался с ним только в свете, не знал, что тот разделяет его наклонности. Иногда говорили, что эти наклонности распространялись и на сына де Фуа, еще студента, друга Сен-Лу. Но это, вероятно, ложь. Напротив, будучи очень осведомленным о нравах, неведомых многим, де Фуа пристально следил за тем, с кем знался сын. Однажды некий мужчина, низкого происхождения, впрочем, преследовавший юного принца де Фуа до особняка его отца, бросил в окно записку, и отец подобрал ее. Как оказалось, преследователь, хотя и не был вхож с аристократической точки зрения в то же общество, что и господин де Фуа отец, был одного с ним круга, но, так сказать, с другой стороны. Этот человек без труда нашел среди общих друзей посредника и заставил господина де Фуа молчать, доказав, что сын его сам спровоцировал эту выходку. И это вполне возможно, ибо принц де Фуа мог уберечь сына от дурных знакомств, но не от наследственности. Впрочем, что касается этой стороны, принц де Фуа-младший, как и его отец, пребывал в неведении относительно наклонности людей своего круга, хотя и зашел очень далеко с представителями другого. «Как он прост!» «Вот уж не скажешь, что барон», — повторяли завсегдатые, как только господин де Шарлю с Жупьеном удалились, и барон на ходу все сетовал на добродетельность юноши. Судя по недовольной физиономии Жупьена, ему, впрочем, следовало вымуштрывать юношу заблаговременно, «фальшивому убийце должно было изрядно влететь». «Это же абсолютная противоположность тому, что ты говорил», — возмущался барон, дабы Жупьен все-таки извлек урок. «По лицу, видно, он добродушен, испытывает уважение к своей семье». «У него, однако, трение с отцом», — возразил Жупьен. «Они живут вместе, но работают в разных барах». Это была ерунда по сравнению с якобы совершенным убийством, но слова Жупьена застали барона врасплох. Тот ничего не ответил, ибо ему одновременно хотелось, чтобы о его удовольствиях позаботились заранее, и чтобы у него сохранялась иллюзия, что все происходит невзначай. «Это подлинный бандит. Он просто пытался вас обмануть. Вы слишком наивны», — оправдываясь, — добавил Жупьен, но лишь задел самолюбие господина де Шерлю. «Да, на ужин он тратит не меньше миллиона. И так каждый божий день», — произнес молодой человек 22 лет, и сказанное не представлялось ему неправдоподобным. Послышался грохот коляски, приехавшей за господином де Шерлю. В эту секунду я заметил, что из соседней комнаты, медленно ступая, появилась дама в черной юбке, как мне показалось, довольно пожилая. Ее сопровождал, видимо, вышедший с нею солдат. К своему ужасу я тотчас разглядел, что это был дурной священник. Явление редкое, а для Франции вообще исключительное. Видимо, мимоходом солдат подшучивал над своим спутником, высмеивая несоответствие его поведения одеянию. И последний степенно, многозначительно, с поднятым вверх пальцем доктора теологии, изрек. «Что делать? Я не...» Я ожидал святой... «Ангел». Впрочем, он уже спешил и прощался с Жупьеном. Тот, проводив барона, собирался было подняться, но, заметив, что по забывчивости недобронравный священник не оплатил свою комнату, сел. Юмор никогда не оставлял Жупьена. Он затряс кружкой, которую собирал плат с клиентов, и, извиняя ее, крикнул «На нужды прихода, господин Аббат!» Отвратительный персонаж извинился, отдал деньги и исчез. Жупьен встал, вошел за мной в темноту, где я не осмеливался шелохнуться. «Выйдите на минутку впереднюю. Там сидят мои юноши. А я пока поднимусь и закрою комнату. Ведь вы ее нанимали, у нас такой порядок». Патрон был там, я заплатил. В эту минуту вошел молодой человек в смокинге и властно спросил, «Могу я завтра иметь Леона?» «Без четверти одиннадцать вместо одиннадцати, потому что я завтракаю завтра в городе». «Это зависит, — ответил Патрон, — от того, насколько его задержит Аббат. По-видимому, ответ не устраивал молодого человека в смокинге. Он думал, уже было ополчиться на Аббата, но гнев его нашел другой выход, когда он заметил меня. Напирая на хозяина гостиницы, он яростно шептал, «Что? Кто это? Что это значит?» тихим, но взбешенным голосом. Хозяин, чрезвычайно раздосадованный, воскликнул, что мое присутствие ничего не значит, просто я один из постояльцев. Молодого человека в смокинге это объяснение не успокоило. Он безостановочно повторял, «Это отвратительно! Этого не должно быть! Вы же знаете, что я этого не переношу!» «Из-за вас ноги моей здесь больше не будет!» Однако исполнение этой угрозы не было неотвратимым, ибо он удалился в неистовстве, но повторяя, что Леон должен постараться освободиться к десяти сорока пяти на два с половиной часа, если возможно. Жюпьен спустился и вышел за мной на улицу. «А мне бы не хотелось, чтобы вы думали обо мне плохо. Этот дом приносит мне не столько дохода, сколько можно думать, ведь мне приходится принимать и порядочных постояльцев, а с ними только просаживаешь деньги. Здесь полная противоположность кармелитам, но только благодаря пороку жива добродетель». Кармелиты Нищенствующий монашеский орден, названный так по горе Кармел. Основан в Палестине около 1155 года. После крестовых походов кармелиты переместились в Европу, где стали довольно популярны. «Нет, если я и взял на себя хлопты с этим домом, или, точнее, заниматься этим заставил того управляющего, вы его видели, то только чтобы угодить барону, развлечь его на старости лет». Жюпьен имел в виду не только садистские сцены, свидетелем которых мне довелось стать, но и удовлетворение порок. «Барон и для разговора, и для кампании, и для игры в карты предпочитал людей из народа, тянувших из него деньги». Безусловно, с набизом подлости можно понять, как и всякий другой. Впрочем, и то, и другое, долгое время чередуясь, сливались в одно в господине Дошарлю. Он никого не находил достаточно изысканным для своих светских отношений. «Равно, как и вполне аморальном для иных». «Я ненавижу середину», — говорил он. «Буржуазная комедия напыщена, а мне надо либо принцесс из классической трагедии, либо грубоватый фарс». «Никакой середины». «Федра» или «Паяцци». «Паяцци. Комедия. 1831 год». «Теофиля. Дюмерсана». Но, в конце концов, равновесие между двумя этими разновидностями снобизма было нарушено. То ли от старческой усталости, то ли от того, что его чувственность предпочла самое простое, барон жил теперь только с мужичьем, освоив таким образом, сам того не желая, наследие великих предков. Герцога де Ларошфуко, принца Даркура, герцога де Бери, которые, как показал нам Сен-Симон, проводили свою жизнь в обществе лакеев, разделявших их игры, бесконечно тянувших из них деньги, так что посетителям бывало неловко, когда они заставали этих знатных сеньоров в пылу товарищеского сражения в карты, а то и просто во время попойки с прислугой. — Но главное, я поступил так, чтобы уберечь его от неприятностей, — добавил Жупьен, — потому что барон, знаете ли, большое дитя. Даже теперь, когда у него есть все, чего он только может захотеть, он иногда отправляется, куда глаза глядят, и ищет себе неприятностей. В такие времена его щедрость может дорого обойтись. Недавно тут как-то барон чуть ли не до смерти довел бедного посыльного. Он ему, знаете, послал огромные деньги, только чтоб тот пришел к нему домой. Какая неосторожность! Этот мальчик, он, правда, любил только женщин, успокоился, поняв, наконец, чего от него хотят. Потому что когда барон предлагал ему деньги, он принял его за шпиона. И он почувствовал такое облегчение, поняв, что от него требуют выдать не родину, а тело, что, может быть, не более морально, но менее опасно и, главное, не так сложно. Слушая Жепьена, я думал, такое несчастье, что господин де Шарлю не романист, не поэт. Не для описания всего, что он видел, а потому что то положение, до которого чувственность довела такого, как Шарлю, постоянно порождает вокруг его имени скандалы и вынуждает относиться к жизни всерьез, прочувствованно испытывая удовольствие. И он не может остановиться, замереть на иронической и поверхностной точке зрения. И, не прекращаясь, к нему несется поток горестей. И так, каждый раз, признаваясь в чем-либо, он подвергается оскорблениям, а то и рискует оказаться в тюрьме. Пощечины способ образовывать не только детей, но и поэтов. Будь господин до Шарлю романистом, этот дом Жюпьена, столь сокращавший риск, по меньшей мере, полицейского обыска они постоянно боялись, риск, связанный с привычкой барона знакомиться прямо на улице, с людьми, в расположении которых он не мог быть уверен, и это могло повлечь за собой беду. Но в искусстве господин до Шарлю был всего лишь дилетантом. Писать он и не помышлял, да и не был к тому расположен. — Впрочем, признаюсь вам, — продолжал Жюпьен, — особые угрызения совести из-за этих барышей меня не беспокоят. Я не могу больше скрывать от вас, что то, что здесь происходит, я это люблю, это пристрастие моей жизни. Разве нельзя получать плату за то, что не считаешь преступным? Вы более образованы, чем я. И вы ведь знаете, что Сократ не находил возможным брать деньги за уроки. Но в наше время профессора так не думают, да и медики, художники, драматурги, театральные директоры. Но не воображайте, что при таком ремесле приходится общаться лишь со сбродом. Конечно, глава такого учреждения, как Куртизанка, Куртизанка встречается только с мужчинами. Но какие это замечательные, разные мужчины. И они, занимая определенное положение в обществе, гораздо утонченнее, чувствительнее, милей, чем другие. Уверяю вас, что этот дом скоро превратится в бюро ума и агентство новостей. Но у меня в ушах еще звенели удары, которыми на моих глазах осыпали господина де Шерлю. Чем лучше я узнавал господина де Шерлю, его надменность, присыщенность светскими удовольствиями, его увлечения, легко переходящие всякие границы, безродными мужчинами последнего разбора, тем яснее мне становилось, что большое состояние, доставшись выскочке, оно зачаровывало бы последнего тем, что благодаря ему он мог бы выдать дочку за герцога и приглашать высочеств на охоты, радовало господина де Шерлю лишь тем, что позволяло располагать каким-нибудь, и, может быть, несколькими, заведением, где он всегда мог найти юношей в своем вкусе. Может быть, дело было даже не в нем самом. Он был наследником стольких знатных господ, принцев крови и герцогов, которые, как о том поведал Сен-Симон, не встречались ни с кем из тех, коих можно упомянуть, и проводили дни, дуясь в карты с лакеями и проигрывая огромные суммы. «Пока что», — ответил я Жупьену, «этот дом какой-то совершенно особый. Это хуже, чем сумасшедший дом. Безумие тех, кто в нем обитает, словно бы облагорожено своей неестественностью. Оно искусно и очевидно. Это настоящий пандемониум». Пандемониум, воображаемая столица ада. Я, как халиф из «Тысячи и одной ночи», спешил на помощь избиваемому человеку, но мне была показана другая сказка «Тысячи и одной ночи», где женщина, превращенная в собаку, сознательно заставляет себя бить, чтобы обрести свою первоначальную форму. Жупьена, кажется, потрясли мои слова, когда он понял, что я видел пурку барона. Он на мгновение затих. Я остановил тем временем фиакр. Неожиданно он не получил никакого образования, но уже не раз поражал своими изысканными речами, встретив меня или Франсуазу во дворе нашего дома. Он с усмешкой обратился ко мне. «Как хорошо вы сказали о сказках «Тысячи и одной ночи», но я знаю сказку, чем-то связанную с названием одной книги, а книгу эту я видел у барона». Он намекнул на перевод «Сезама и лилий», который я послал как-то господину де Шарлю. Книга Рескина, 1865 год, переведенная Прустом и, как видим, посланная господину де Шарлю. «Если как-нибудь вечером вам вдруг захочется посмотреть на, не скажу, сорок, но десять разбойников, вы только придите сюда. Чтобы понять, здесь ли я, посмотрите наверх. Я оставлю свое окошко открытым и освещенным. Это значит, я пришел, можно войти. Вот вам и Сезам, откройся. Я говорю только о Сезаме. Что касается лилий, если вам нужны именно они, советую вам поискать их где-нибудь в другом месте». И лихо отсылитовав мне, ибо аристократическая клиентура и шайка юношей, возглавляемая им как пиратом, научила его некоторые непринужденности, он собрался было проститься со мной, но вдруг разорвалась бомба, о которой не предупредили сирены. Он посоветовал мне не торопиться. Вскоре послышалась стрельба, такая сильная, что стало ясно, совсем рядом, прямо над нами летят немецкие самолеты. В мгновение ока улицы стали совершенно черны. Правда, иногда летевший очень низко вражеский самолет освещал точку, когда собирался сбросить бомбу. Я уже не узнавал место, по которому шел. Я вспомнил день, когда на пути в Распельер встретил, словно божество, при виде которого моя лошадь встала на дыбы, самолет. Я подумал, что теперь встреча была бы другой, и это злое божество убило бы меня. Я ускорил шаг, чтобы сбежать от него, как путник, преследуемый приливом. Я шел по заколдованному кругу черных площадей, откуда никак не мог выбраться. Наконец, в огнях пожара я вышел на дорогу к дому, как раз под звуки пушечной канонады. Но думал я о другом. Я думал о доме Жепьена. Может быть, стертом теперь в прах, ибо бомба упала неподалеку, сразу после того, как я вышел из него. О доме, на котором господин де Шарлю вполне мог написать «Содом», как то сделал, возможно, уже во время извержения неизвестный житель Помпей. Но что значит сирены? Что значит готосы для тех, кто ищет удовольствие? Мы почти не думаем ни о социальной, ни о природной среде, в которой бушуют наши страсти. Разыгралась ли на море буря? Раскачивается ли вовсе лодка? Хлещут ли с неба погоняемые ветром потоки? Мы в лучшем случае лишь на секунду задерживаем на этом мысль, чтобы устранить причиненные стихи и затруднения в необъятном пейзаже, где мы так ничтожны, и мы, и тела, к которым стремимся. Сирена, возвещающая бомбежку, волновала завсегдата Евджупьена не больше, чем приближение айсберга. Кроме всего прочего, угрожавшая опасность избавляла их от мучительно долго томившего страх. Однако было бы ошибкой полагать, что шкала страхов соотносится со шкалой, внушающих их опасностей. Можно больше бояться бессонницы, чем дуэли. Крысы, нежели льва. Несколько часов полицейские агенты были заняты лишь спасением жизни горожан, делом незначительным, и не подвергали их опасности бесчести. Многих из завсегдатаев больше, чем моральная свобода, прельщала темнота, внезапно упавшая на улице. Иные же из помпейцев, на которых уже пролился небесный огонь, спускались в коридоры метро, черные, как катакомбы. Они знали, что они останутся там в одиночестве. Ибо для некоторых искушение темнотой неодолимо. Обволакивая вещи в что-то новое, она сглаживает первую стадию удовольствия и вводит сразу в сферу ласк, обычно открывающуюся лишь какое-то время спустя. Кем бы ни был объект желания, женщиной или мужчиной, насколько проще становятся сближения и совсем необязательными оказываются любезности, которые так долго тянулись бы в гостиной, по меньшей мере, если бы дело происходило днем. Вечером, даже на столь слабо, как теперь освещенных улицах, происходит лишь прелюдия. И одинокие глаза пожирают все без разбору, в то время как боязнь прохожих, страх перед тем, кого так желают, позволяют лишь смотреть и говорить. В темноте все эти устаревшие игры упразднены. Руки, губы, тела могут первыми начать игру. Мы можем сослаться на темноту, объясняющую нашу оплошность, если вдруг встретим отпор. Если же к нам благосклонны, немедленный ответ тела, которое, не удаляясь, придвигается ближе, дает нам понять, что та или тот, к кому мы безмолвно обратились, лишена предубеждений и исполнена порока, и наше счастье разрастается, мы впиваемся в этот плод, не зарясь на него и не спрашивая разрешения. Но темнота все длится. Погруженные в эту новую стихию, завсегдата и жупьена, чувствовали себя путешественниками. Они наблюдали природный феномен, что-то вроде прилива или затмения, и вкушали неорганизованное и недвижное удовольствие, но нечаянную встречу в неведомом, справляя в раскатах вулканических взрывов, в очреве дурного помпейского места, тайные обряды в сумерках катакомб. В этой зале было людно, но никто не желал спастись бегством. Между собой они не были знакомы, но казалось, что все они, тем не менее, принадлежат примерно к одному кругу, знатных и имущих. Было что-то отвратительное во внешности каждого, наверное, оттого, что она отражала приверженность низким удовольствиям. У одного огромного мужчины лицо было покрыто красными пятнами, словно лицо пьяницы. Я узнал, что поначалу он не пил, правда, ему доставляло удовольствие спаивать юношей, но затем испугался мобилизации, хотя и перешагнул уже, кажется, за пятьдесят, и, будучи очень толст, принялся пить, не просыхая, чтобы набрать более ста килограммов веса, ибо в таком случае его освободили бы от службы. Теперь прежний расчет превратился в страсть, и, расставшись с ним, и желая его найти, нужно было справляться у виноторговцев. Правда, как только он заговорил, я понял, что, будучи недалекого ума, этот человек обладал богатой эрудицией, был неплохо воспитан и культурен. Еще один человек, которого я разглядел, тоже вхожий в большой свет, был совсем еще молод и необычайно развит физически. Шрамы порока еще не обозначились на его лице, но, и это волновало не меньше, уже отравляли его душу. Он был высок, а его лицо прекрасно. В речи проявился ум, намного превосходивший ум соседа-алкоголика, не преувеличивая, можно сказать, что он блистал умом. Но, чтобы он ни говорил, во всем сквозило нечто такое, что соответствовало каким-то другим словам, словно в совершенстве овладев сокровищем выражения человеческого лица, он пророс в другом мире и, расположив это выражение в измененном порядке, казалось, являл улыбки и взгляды без какой-либо связи с тем, что хотел явить. Я надеюсь, если в этом трудно сомневаться, он жив еще, что это было не тяжкое заболевание, но приходящая интоксикация. И если бы кто-нибудь спросил у всей этой публики визитные карточки, его удивило бы их исключительно высокое социальное положение. Но тот или иной порок и превосходящие все пороки отсутствия воли к сопротивлению соединял их там, в изолированных комнатах. Правда, не ежевечерние, как рассказывали мне. Так что, если некоторые светские дамы и знали их имена, то мало-помалу лица этих мужчин стирались в памяти, поскольку эти мужчины дам больше не навещали. Они все еще принимали приглашение, но привычка вела их в ином направлении, в дурное место. Впрочем, они не особо скрывались, в отличие от юных лакеев, рабочих и других, обслуживавших их удовольствие. Помимо иных причин, о которых остается только догадываться, этому есть и довольно простое объяснение. Если бы стало общеизвестно, что там обретались промышленные рабочие или служащие, отношение к ним претерпело бы те же изменения, как отношение к женщине, которую прежде считали порядочной, но которую затем стали встречать в домах терпимости. Обратим внимание, что подобные аналогии явно доставляют автору удовольствие. Они служат более общим эстетическим задачам, единству мира, но здесь проводятся с явным пристрастием. Иные признавали, что заглянули туда разок, но наотрез отрицали, что посещали это злачное место и потом. А потому лгал и Жупьен, то ли чтобы защитить их репутацию, то ли чтобы избежать конкуренции. Что вы! Он не ходит ко мне. Сюда он бы ни за что не пришел. Для светских людей это не так важно, тем паче, что другие светские юноши, не посещающие таких мест, не подозревают об их существовании и не очень-то интересуются чужой жизнью. Тогда как приди туда, какие-нибудь монтеры, их товарищи примутся шпионить за ними, чтобы больше никто на свете не захотел прийти туда из страха, что об этом узнают. Я шел и думал, как быстро привычки выходят из-под опеки нашего сознания. Сознание пускает их на самотек, уже никак не контролируя. И мы удивляемся, когда узнаем со стороны, думая, что индивид задействован в этом полностью, о поступках людей, моральные и умственные качества которых могли развиваться независимо друг от друга в совершенно противоположных направлениях. Наверное, плохое воспитание, а то и полное отсутствие такового. В совокупности, со склонностью зарабатывать, если и не наименее тяжким трудом, в конечном счете есть много занятий поспокойнее, но, к примеру, не создает ли какой-нибудь больной своими маниями, ограничениями и лекарствами намного более невыносимую жизнь самому себе, чем то могла бы сделать болезнь, зачастую и не опасная, с которой он таким образом, как он полагается, рожается, то, по крайней мере, гораздо менее трудоемким довели этих юношей до, если можно так сказать, из присущего им простодушия, и не то чтобы за большие деньги, такого рода деятельности, не доставлявшей им удовольствия и, должно быть, поначалу даже внушавшей отвращение. Можно было после такого с честь их основательно испорченными. Но ведь они не только на войне проявили себя в качестве замечательных солдат, несравненных удальцов, но зачастую и в гражданской жизни выказывали доброту, даже если и не были вполне порядочными гражданами. Они давно уже не понимали, что в жизни может считаться моральным и аморальным, ибо жили жизнью своей среды. Так, изучая определенные периоды древней истории, мы удивляемся, что сами по себе добропорядочные люди, собираясь вместе, без колебаний участвовали в убийствах, человеческих жертвоприношениях, и это явно казалось им естественным. Те, кто прочтет историю нашей эпохи две тысячи лет спустя, решат, что в ней было не меньше трогательных и чистых убеждений, приспособившихся к жизненной среде, которая будет представляться чудовищно тлетворной. Помпейские картины у Жупьена, впрочем, соответствовали в тех деталях, которыми они напоминали конец французской революции, эпохи в чем-то схожей с эпохой директории. И казалось, эта эпоха должна была вот-вот начаться. Уже предвосхищая мир, в укромной темноте, чтобы не столь уж явно нарушать предписания полиции всюду, устраивались какие-то пляски, всеночные неистовства. Наряду с тем, некоторые художественные воззрения, не такие германофобские, как в первые годы войны, а дарили задыхающиеся умы струей свежего воздуха. Но чтобы осмелиться их высказать, необходим был сертификат гражданской сознательности. Профессор написал замечательную книгу о Шиллере. Ее заметили газеты. Но прежде чем говорить об авторе, в качестве цензурного разрешения отмечалось, что он был на Марне, у Вердена, что он пять раз упоминался в приказе, а оба его сына погибли. Тогда-то уже и можно было приступить к похвалам ясности и глубины его работы о Шиллере, которого разрешалось считать великим, лишь бы только вместо «великий немец» говорилось «великий бош». Это было паролем. Такую статью сразу допускали к печати. С другой стороны, я знаю немного людей, могу даже сказать, что не знаю ни единого человека, которые были бы наделены таким же умом и чувством, как Жюпьен. Этот восхитительный опыт, выткавший духовную основу его речи, дался ему вовсе не благодаря учебе в каком-нибудь колледже, университетском образовании. Институты могли бы сделать из него выдающегося человека. Тогда как стольким светским юношам они не приносят ровным счетом никакой пользы. Но именно врожденный рассудок, природный вкус, редкие случайные книги, читанные без наставников в свободное время, составили правильную речь, в которой звучала симметрия языка, раскрывающая его красоту. Однако ремесло, которому он посвятил свою жизнь, могло по праву считаться и одним из самых доходных, и самым недостойным из всех. Что касается барона де Шарлю, сколько бы он не выказывал в своем аристократическом высокомерии пренебрежение к тому, что о нем говорят, было неясно, каким образом хотя бы самое ничтожное чувство собственного достоинства, уважение к себе, не уберегло его чувственность от некоторых удовольствий, извинением которым могло служить, кажется, только полное безумие. Но и у него, как у Жепьена, привычка отделять мораль от своих поступков, впрочем, это происходит и на другой стезе, у судьи, у государственного мужа и так далее, должно быть, укоренилась так давно, что она могла развиваться уже самостоятельно, не спрашивая разрешения у морали. Привычка усугублялась день ото дня, пока этот добровольный Прометей не заставил силу приковать себя к скале чистой материи. Конечно, я чувствовал, что это новая стадия заболевания господина де Шарлю, которая с тех пор, как я о нем узнал, если судить по тем этапам, которые мне довелось наблюдать, эволюционировала с невероятной быстротой. Бедному барону должно быть уже недалеко было до предела, то есть смерть, даже если бы она не предварялась, сообразно предсказаниям и пожеланиям госпожи Вердурен, тюрьмой, которая в его возрасте только ускорила бы смерть. Все-таки я не точно выразился, говоря о скале, в которой кроме материи ничего не было. Вполне вероятно, что в этой чистой материи уцелело немного духа. Этот сумасшедший, вопреки всему, знал, что все это было безумием, и в те минуты был скорее актером, поскольку ему было известно, что тот, кто его лупит, является не большим злодеем, чем мальчик, которому в игре в войну выпало изображать пруссака, и на которого бросаются остальные в напускной ненависти и настоящем патриотическом пылу. Он был жертвой безумия, но в этом безумии уцелело что-то от господина де Шарлю, от его образа. Даже в рамках таких отклонений человеческая природа, равно как в страстях, путешествиях, способна передать свою жажду веры во имя жажды истины. Франсуаза, когда я рассказывал ей об одной миланской церкви в городе, куда она, вероятно, уже никогда не поедет, или Реймском соборе, или даже о соборе в Аррасе, который она теперь не смогла бы увидеть, поскольку они были разрушены, завидовала тем, кому зрелище этих сокровищ было доступно, богачам, и восклицала с ностальгическим сожалением. Ах, как это, наверное, было красиво! Она, прожившая в Париже столько лет, и так и не набравшаяся любопытства посмотреть Нотр-Дам. Дело в том, что Нотр-Дам был частью Парижа, города, где протекала будничная жизнь Франсуазы, в котором, стало быть, нашей старой служанке сложно было, как, собственно, и мне, если бы изучение архитектуры не исправило во мне в значительной мере комберийские наития, располагать предметы, исходя из своих мечтаний. В наших возлюбленных имманентно обретается греза, которую мы преследуем, хотя и не всегда распознаем. Именно вера в Бергота, свана, заставила меня полюбить Жильберту. А вера в Жильбера плохого толкнула меня на любовь к госпоже Дегермант. И какая необъятная морская ширь была скрыта в самой печальной моей любви, самой ревнивой, возможно, самой личной любви к Альбертини. Впрочем, именно из-за того личного, к которому мы пристрастились, страсть уже суть отклонения. Да и разве телесные болезни, по меньшей мере те, которые как-то сопряжены с функциями нашей нервной системы, разве они не особой склонности, страхи, приобретенные нашими органами, суставами, которым потому и внушают ужас некоторые климатические пояса, ужас, столь же необъяснимый и столь же упорный, как склонность, проявляемая некоторыми мужчинами, например, к женщинам в пенсне или наездницам. И кто бы мог сказать, с какой долгой и неосознанной мечтой связано желание, снова и снова пробуждающееся при виде наездницы. Столь же неосознанный и таинственный, как, например, непонятное влияние на человека, всю жизнь страдавшего астмой, определенного города, ничем не отличающегося от прочих города, где впервые этот человек вздохнул свободно. И такие отклонения подобны страстям, когда болезненность перекрывает и охватывает все. Но и в самой безумной из них мы еще можем различить любовь. Упорство, с которым господин до Шарлю требовал, чтобы на его руки и ноги наложили кольца крепчайшей стали, настаивал на брусе возмездия, к которому его должны были приковать. И, если верить Жепьену, на самых жутких аксессуарах, которые трудно было достать, даже обратившись к матросам, потому что они применялись для наказаний вышедших из употребления даже в местах самой суровой дисциплины на борту кораблей, во всем этом таилась его греза о мужественности, засвидетельствованная и дикими выходками, и как невидимый внутренний свет, от которого, как сквозь окна, через его поступки падали блики, креста и феодальных пыток, украшавших его средневековое воображение. Брус возмездия, понятие из морского дела, обозначающее железную перекладину, к которой приковывали наказанного. Именно в этом состоянии он каждый раз, придя к Джупьену, говорил ему «Сегодня тревоги не будет, ибо я познал, что уже сожжен огнем небесным, как житель Содома». Он притворялся, будто боится готосов, не испытывая и тени страха, чтобы был еще один повод, едва завоют сирены, ринуться в убежище, в метро, где он рассчитывал получить удовольствие от ночных прикосновений, от неясных грез о средневековых подземельях, каменных мешках. В целом, это его желание, чтобы его заковали, били, в своем безобразии обнаруживало столь же поэтическую грезу, как желание некоторых съездить в Венецию или содержать балерин. Господин де Шарлю так вжился в этот образ, что греза стала для него реальной, и Жупьену пришлось продать деревянную кровать, стоявшую в комнате 43, заменив на железную, потому что к последней удобнее было прилаживать цепи. Раздался сигнал отбоя, когда я добрался до дома. Шум, производимый пожарными, заглушал крики мальчишки. Франсуаза поднималась с дворецким из подвала. Она думала, что я погиб. По ее словам, заходил Сен-Лу, хотел узнать, не потерял ли он, когда был у меня утром, военный крест. Он только-только заметил, что крест потерян, и прежде чем вернуться в часть, решил на удачу посмотреть, не у меня ли он. Они с Франсуазой перерыли весь дом, но ничего не нашли. Франсуаза полагала, что, должно быть, он потерял его еще до того, как зашел ко мне, потому что, так ей кажется, она даже могла поклясться, утром креста на нем не было. Но она ошибалась. Стоит ли говорить о ценности свидетельских показаний и воспоминаний? Впрочем, это не имело большого значения. Робера так уважали офицеры и любили солдаты, что дело бы легко владилось. Правда, если судить по не слишком восторженным отзывам, Сен-Лу не произвел на Франсуазу и Дворецкого особого впечатления. Наверное, с теми же усилиями, какие ушли у сына Дворецкого и племянника Франсуазы на то, чтобы уклониться от военной службы, Сен-Лу добивался совершенно обратного и небезуспешно, чтобы оказаться под пулями. Но поскольку они судили по себе, Франсуаза и Дворецкий поверить в это не могли. Согласно их убеждениям, богачи добровольно укрытие не покидают. Впрочем, даже если бы героическая смелость Робера и была им известна, она бы их не впечатлила. Он не употреблял слова Боши, хвалил немецкую отвагу, не объяснял изменой то, что наша победа не последовала в первый же день войны, а им хотелось слышать только это, и это же было признаком отваги. Так что, хотя я и застал их за поисками креста, Кроберу они охладели. Я догадывался, где был потерян этот крест, но если Сен-Луб и развлекался подобным образом в тот вечер, то только коротая время, ибо испытав сильное желание повидаться с Морелем, он задействовал все свои военные связи, чтобы узнать, в какой части тот состоит, и получил к этому моменту множество противоречивых ответов, и посоветовал Франсуазе и Дворецкому лечь спать. Но последний не торопился проститься с Франсуазой, с тех пор, как благодаря войне изыскал еще более действенный способ причинять ей мучения, чем говорить об изгнании монахинь и деле Дрейфуса. С того вечера каждый раз стоило мне в течение этих нескольких дней, проведенных мною в Париже до отъезда в другую клинику, пройти где-нибудь неподалеку, я слышал, как Дворецкий говорит ошеломленной Франсуазе. Они не торопятся, это понятно, ждут, когда груша созреет, но тут-то они и возьмут Париж, и этот день будет ужасен. Господи Боже, пресвятая Дева Мария, восклицала Франсуаза, малые несчастные Бельгии, как она страдала, когда они ее полонили. Да, Бельгия Франсуаза цветочки, а то, что они тут натворят, ни в какие ворота не лезет. Война наводнила речь простолюдинов некоторым количеством терминов, которые были им известны лишь в письменном виде, так как они ознакомились с ними через газеты, то есть они не ведали, как эти термины произносятся, и поэтому Дворецкий сказал следующее, не могу понять, почему мир так туп. Вот увидите Франсуаза, они готовят новую атаку, и ее мат шап не сравнится с другими. Возмутившись, если не из сострадания к Франсуазе и военной стратегии, то по меньшей мере из сострадания к грамматике, я объяснил им, что произносить надо масштаб, и добил столько того, что теперь эту фразу Франсуазе повторяли каждый раз, как я заходил на кухню, потому что почти такую же радость, как в мучениях подруги, Дворецкий видел в возможности поставить своему хозяину на вид, что хотя он всего-то бывший комбрейский садовник и простой дворецкий, но все-таки добрый француз по кодексу святого Андрея в полях и декларация прав человека дала ему право произносить матшап со всей возможной независимостью, в то время как я не имел права командовать им ни в одном деле, не относящимся к его службе, а, следовательно, после революции никто не смеет делать ему замечания, ибо теперь все равны. И так мне особо было неприятно слышать, как он говорит Франсуазе об операции больших матшабов с упорством, призванным показать мне, что произношение это объяснялось не невежеством, но здравым умом. Он несколько путал правительство с прессой в некотором недоверчивом общим они, говоря, они говорят нам о потерях у Боши и не говорят о наших, а у нас, поди, потери в десять раз больше. Они говорят, что Боши выдыхаются, кушать у них нечего, а я так думаю, что кушать у них в сто раз больше, чем у нас. Довольно морочить нам голову. Если бы у них было нечего кушать, они не дрались бы так, как недавно, когда они поубивали десять тысяч наших парней моложе двадцати. И так он поминутно преувеличивал германские успехи, как когда-то успехи радикалов. В то же время он расписывал их зверства, чтобы эти успехи стали еще невыносимее для Франсуазы, постоянно восклицавшей «Ах, силы небесные, Матерь Божья!» а иногда, чтобы расстроить ее чем-нибудь еще говорил. Да и сами мы не лучше. Что они натворили в Бельгии, то мы понатворили в Греции. Вот увидите, мы настроим против себя всех, и придется сражаться со всем миром. Дело, правда, обстояло с точностью, да наоборот. Если новости были хороши, он отыгрывался, уверяя Франсуазу, что война продлится, судя по всему, 35 лет. И, предусматривая возможность мира, уверял, что последний продержится всего несколько месяцев, а потом начнутся такие сражения, что теперешние покажутся детскими потасовками, и тогда-то уж ничего от Франции не останется. Победа союзников казалось была, если не близка, то по меньшей мере практически предрешена. И надо признать, что Дворецкого, к сожалению, этот факт огорчал, ибо сократив мировую, как и все остальное, до размеров той войны, которую он втихую вел против Франсуазы, впрочем, несмотря на это любимый им, как иные любят человека, ежедневно обыгрывая его в домино и наслаждаясь его гневом, в его глазах победа осуществилась в виде разговора, когда Франсуаза огорчила его словами. Но это конец. Сейчас придется отдать им еще больше, чем мы отдали в семидесятом. Ему, впрочем, казалось, что роковой час близок, и какой-то неосознанный патриотизм приводил его к вере, как и всех французов, в тот же мираж, который преследовал, как и меня, когда я заболел, что победа, как и мое исцеление, наступит завтра. Забегая вперед, он предсказывал Франсуазе, что, может быть, победа и наступит, но это будет еще хуже, потому что сразу же начнется революция, а потом опять нашествие. Ох уж это чертова война. Только боши могут быстро от нее оправиться, Франсуазе. Они и так уже заработали на ней сотни миллиардов. Жди тут, чтобы они дали нам хоть су. Какой фарс! Об этом разве что в газетах напишут, добавил он из осторожности, чтобы отразить все факты, чтобы остудить народ. Говорят, ведь они уже три года, что война завтра кончится. Франсуазу очень взволновали эти слова, потому что поначалу она верила скорее оптимистам, а не дворецкому, и вскоре убедилась, что война, которая должна была, как полагала Франсуаза, кончиться через две недели, хоть бедная Бельгия была полонена, продолжилась, а этого не предсказывали, в закреплении фронтов. А в этом она не разбиралась, к тому же один из бесчисленных ее крестников, которым она отдавала все, что зарабатывала у нас, рассказывал ей, как много от народа скрывают. Все это опять свалится на рабочих, заключил дворецкий, у вас отнимут ваше поле Франсуаза, боже, милостивый, но этим отдаленном бедствии, он предпочитал ближайшие, поглощая газеты, в надежде возвестить Франсуазе о каком-нибудь новом поражении. Плохих вестей он ждал, как пасхальных яиц, рассчитывая, что они будут достаточно плохи, чтобы ошеломить Франсуазу, но вместе с тем не принесут ему самому материальных лишений. Так, например, зрелище, прячащееся в подвал Франсуаза из-за рейда Цепелинов привело его в восторг, и вместе с тем он верил, что в таком большом городе, как Париж, бомбы не смогут попасть в наш дом. Впрочем, на Франсуазу находил временами комбрейский ее пацифизм. Она уже чуть было не засомневалась в немецких зверствах. В начале войны нам говорили, что эти немцы убийцы, грабители, настоящие бандиты Боши. Умножая Б в слове Боши, она поступала так, потому что обвинение немцев в убийствах казалось ей в конечном счете правдоподобным, но обвинение в том, что они были Бошами, неправдоподобным из-за своей чрезмерности. Сложно было догадаться, какой чудовищный и таинственный смысл вкладывала Франсуаза в слово Бош, поскольку речь шла о начале войны и поскольку она произносила это слово довольно нерешительно, ибо сомнение в том, что немцы действительно были преступниками, могло быть необоснованным, но противоречие в себе с логической точки зрения не заключало. Но как можно было сомневаться в том, что они были Бошами, если это слово в разговорной речи обозначало именно немцев? Быть может, она всего лишь пересказывала грубые фразы, тогда ею и услышанные, в которых особое ударение падало на слово Бош. Я во все это верила, говорила она, но только берет меня теперь сомнение, не такие ли мы точно плуты? Эта богохульная мысль была подспудно внушена Франсуазе дворецким, ибо последний заметил, что его подруга благосклонна к греческому королю Константину и расписывал в красках, как мы морем его голодом, пока он не отречется. Потому отречение суверена сильно взволновало Франсуазу, и она даже провозгласила, мы ничуть не лучше их. Будь мы в Германии, мы бы все тоже им натворили. Впрочем, я мало виделся с ней в эти дни, ибо она бегала по своим кузенам, о которых мама мне сказала как-то, знаешь, они богач тебя. В эти дни мы узнали о многих прекрасных примерах, столь часто встречавшихся по всей стране, которые засвидетельствовали бы, если б нашелся историк, способный увековечить воспоминания о них, величие Франции, величие ее духа в масштабах святого Андрея в полях, проявленной столькими гражданами, уцелевшими в тылу, не менее, чем солдатами, павшими на марне. Племянника Франсуазы убили у Барри О'Бак Деревня неподалеку от Реймса Он был племянником и тех кузенов, миллионеров, что содержали раньше кафе, но, давно сколотив состояние, отошли от дел. Он, совсем еще юный владелец кафе средней руки, был убит. Его мобилизовали, когда ему было 25. И он оставил присматривать за ресторанчиком молодую жену, надеясь вернуться к делам несколько месяцев спустя, и был убит. Тогда произошло следующее. Франсуазины кузены-миллионеры, никем не приходившиеся молодой жене, вдове их племянника, оставили деревню, куда удалились десять лет назад, и снова приступили к делу, не оставляя для себя ни несу. Каждое утро в шесть часов жена кузена, миллионерка, настоящая дама, как и ее барышня, уже были готовы помогать племяннице и кузине. И года три они с утра до половины десятого вечера, не отдыхая ни дня, полоскали бокалы и подавали напитки. В этой книге, где все факты вымышлены, где не выведено ни одного реального лица, где все было изобретено мною сообразно потребностям действия, к чести моей страны я обязан сказать, что только франсуазины родственники миллионеры, оставившие свое уединение, чтобы помочь беспомощной племяннице, что только они реально существующие персонажи. И так как я уверен, что не оскорблю их скромности, потому что им никогда не прочесть этой книги, я с ребяческим удовольствием и глубоким волнением, не имея возможности привести имена стольких других, чьи поступки столь же достойны и благодаря кому Франция уцелела, впишу сюда их настоящее имя. Они зовутся столь французским именем Ла-Ривьеры. И хотя и есть среди французов мерзавцы уклонисты, как тот требовательный молодой человек, встретившийся мне у Жупьена, которого только и заботило, чтобы он имел Леона к десяти сорока пяти, потому что завтракает в городе, то их трусость искупила поведение тысяч других французов, французов святого Андрея в полях всех этих доблестных солдат, к которым я приравниваю Ла-Ривьеров. Дворецкий, чтобы как можно сильнее разволновать французу, показал ей найденные старые номера твоего чтения, на обложке одного из которых, это были довоенные выпуски, была изображена германская императорская семья. Твое чтение иллюстрированный ежемесячный журнал, выходивший с 1898 года. «Вот он, наш завтрашний хозяин», сказал Дворецкий, показывая ей Вильгельма. Франсуаза вытрущила глаза, затем заметила женское лицо, изображенное рядом, и сказала, «Вот она, Вильгельм Месса». Что до Франсуазы, ее ненависть к немцам была исключительна. Она уравновешивалась разве той, что ей внушали наши министры. Я не знаю, кому она более желала смерти, Гинденбургу или Клеменцо. Мой отъезд из Парижа задержался из-за одного известия. Горе, которое оно причинило, на какое-то время лишило меня способности отправиться в путь. Я узнал о смерти Робера де Сенлу. Он был убит, прикрывая отступление своих солдат, спустя два дня после возвращения на фронт. «Не было на свете человека столь далекого, как он, от ненависти к какому-нибудь народу. Что касается императора, то из каких-то особенных и, возможно, ложных фактов он выводил, что Вильгельм II пытался не столько развязать войну, сколько предотвратить ее. Не было в нем и германофобии. Последние слова, услышанные мною от него шесть дней назад, были началом песни Шумана. Он напел их мне на лестнице по-немецки так громко, что, испугавшись соседей, я попросил его замолчать. Он был прекрасно воспитан и привычно избегал всякой хвалы, всякой брани, всякой фразы. И перед лицом врага, как и в момент мобилизации, старался избегать того, что могло бы спасти ему жизнь. Все от той же привычки умоляться перед другими, просматривавшиеся во всех его манерах, вплоть до обыкновения закрывать дверцу Фиакра, когда он провожал меня, сняв шляпу, всякий раз, как я от него уезжал. Много дней я просидел в своей комнате, думая о нем. Я вспомнил его первый приезд в Барбеке в белесом шерстяном костюме, с зеленоватыми, подвижными, как море, глазами. Он пересекал холл, ведущий к большой столовой, окна которой выходили на побережье. Я вспомнил, каким особенным он мне тогда казался, как сильно я хотел с ним подружиться. Мое желание осуществилось с лихвой, так что я даже не мог и представить, хотя тогда я и не получил от этого никакого удовольствия, и только потом отдал себе отчет, какие величайшие блага таились в этом блистательном явлении. Все это добро и зло он отдавал безотчетно всякий день, и даже в последний, бросившись на траншею из великодушия, чтобы все, чем он владел, могло послужить другим, как однажды вечером он пробежал в ресторане по дивану, чтобы меня не потревожить. В целом я весьма редко виделся с ним, в разных местах, при различных обстоятельствах, через большие временные промежутки, в бальбекском холле, ревбельском кафе, кавалерийской казарме, на донсьерских ужинах с офицерами, в театре, где он влепил пощечину журналисту, у принцессы Дагермант, и оттого он словно оставил мне более яркие, более четкие отпечатки своей жизни, более светлое горе от своей смерти, чем все то, что зачастую остается нам от людей, которых мы любили больше, но с которыми общались постоянно, благодаря чему образ, хранимый нашей памятью, нечто усредненное от бесконечно и неуловимо различных образов. И из-за нашей чрезмерной привязанности к ним не остается, в отличие от тех, с кем число встреч помимо нашей воли было ограничено, а сами встречи были редкими и непродолжительными, иллюзии, что между нами была возможно более крепкая привязанность, и лишь обстоятельства этому помешали. Несколько дней спустя, после того, как я впервые увидел его, гнавшегося за своим моноклем по Бальбекскому холлу и решил, что он необычайно воскомерен, на пляже я увидел другой живой образ, и этот образ тоже существовал теперь лишь в виде воспоминания. Это была Альбертина, попиравшая песок, безразличная ко всему, и морская как чайка. Я так скоро полюбил ее, что, чтобы гулять с ней каждый день, не уехал из Бальбеке, чтобы повидаться с Сен-Лу. И, однако, история моих отношений с ним сохранила также и свидетельство о том, что на некоторое время я разлюбил Альбертину, ибо, если я сколько-то времени и провел с Робером в Донсьере, то лишь из-за печали, что меня не покидало чувство к госпоже Дагермант. Его жизнь и жизнь Альбертины, с которыми я столь поздно соприкоснулся в Бальбеке и которые так скоро оборвались, едва пересекались. Но это его, твердил я себе, видя, как проворные челноки лет ткут нити между теми воспоминаниями, что поначалу казались наиболее удаленными друг от друга, это его я посылал к госпоже Бонтан, когда меня покинула Альбертина. И потом я узнал, что их жизни таили схожую тайну, о которой я и не подозревал. Тайна Сен-Лу причиняла мне теперь может быть больше страданий, чем тайна Альбертины, которая стала мне теперь так чужда. Но я никак не мог утешиться, что и ее век и век Сен-Лу были так коротки. Они часто говорили, заботясь обо мне, вы больны, но умерли они, а я остался сопоставлять разделенные небольшим промежутком времени их последние образы перед траншеей у реки с тем, какими я впервые увидел их, когда даже в случае с Альбертиной, если что-то и было в ней ценным для меня, то только ее связь с погружающимся в море солнцем. Смерть Сен-Лу огорчила Франсуазу больше, чем смерть Альбертины. Она тут же вспомнила свою роль плакальщицы и перебирала воспоминания о покойном, причитая и предаваясь безутешной скорби. Она кичилась своим горем, ее лицо высыхало, и она отворачивала голову только тогда, когда я случайно выказывал свое, и ей хотелось сделать вид, что она ничего не заметила. Ибо, как бывает у многих нервических натур, нервозность ближних, вероятно, слишком походящая на собственную, ее раздражала. Теперь она охотнее давала понять, что у нее прострел, что у нее кружится голова, что она ударилась. Но стоило мне вспомнить о какой-нибудь своей болячке, как к ней возвращалась ее неизменная степенность, и она делала вид, что не слышит. «Бедный маркиз», говорила она, хотя и не могла удержаться от мысли, что он наверняка сделал все возможное, чтобы остаться, а когда призвали, чтобы избежать опасности. «Бедная мать», говорила она госпоже Дамарсанд, «как она наверное плакала, когда узнала о смерти своего мальчика. Если б ей позволили взглянуть на него, то наверное лучше, чтобы она отказалась, а то ведь ему нос снесло и всего разворотило». И глаза Франсуаза наполнялись слезами, но сквозь них пробивалось жестокое любопытство крестьянки. Наверное, Франсуаза искренне сострадала госпоже Дамарсанд, но ей было жаль, что она не знает, во что эта скорбь вылилась и не может натешиться этим зрелищем и чужой печалью сполна. И поскольку ей нравилось поплакать и хотелось, чтобы ее слезы не остались незамеченными, она всхлипывала, заходясь. Вот уж выпала на мою долюшку. Она так жадно выискивала следы горя на моем лице, что я намеренно говорил о Робере суховато. И быть может из дух подражания и потому что она слышала, что так говорят, ибо в буфетных, как и в салонах свои клише, впрочем, не без удовольствия беднячки, она повторяла, от смерти ты его денежки не спасли, умер как все, и больше они ему не понадобятся. Дворецкий обрадовался случаю и поведал Франсуазе, что, конечно, это печально, но одна такая смерть не имеет значения по сравнению с теми миллионами, которые постоянно погибают, несмотря на все усилия правительства скрыть эти факты. Но на этот раз дворецкому не удалось растравить скорбь Франсуазе, как он того хотел. Последнее отрезало. Ну что ж, они тоже умирают за Францию, но я-то их не знаю, а всегда больше трогают, когда люди-то знакомые умирают. И Франсуаза, любившая поплакать, добавила, «Лучше следите за газетами и скажите мне, если напишут о смерти Маркиза». Робер иногда грустно говорил мне задолго до войны, «Давай не будем говорить обо мне, я обречен». Намекал ли он на порог, успешный им доселе ото всех скрытый, значение которого он, кажется, преувеличивал, подобно детям, вкусившим от запретного плода любви или даже раньше, пытающимся получить удовольствие в одиночестве, детям, которые воображают себя растениями и полагают, что им придется умереть тотчас после того, как они оплодотворились. Может быть, это преувеличение также объяснялось для Сен-Лу, как и для детей, представлением о грехе, с которым еще не ужились совершенно новым ощущением, почти сокрушающая сила которого вскоре пойдет на убыль. Или же у него было подтверждаемое довольно ранней кончиной отца предчувствие собственной преждевременной смерти. Конечно, такое ощущение считается невозможным, однако похоже, что смерть все-таки подпадает под действие некоторых законов. Можно сказать, что часто, например, дети тех, кто умер либо слишком поздно, либо слишком рано, почти по неволе обязаны погибнуть в те же года. Первые, волоча за собой всяческие немощи и неизлечимые болезни, вторые, несмотря на счастливую бодрую жизнь, оказываются обречены на неотвратимое через своевременную и случайную болезнь, укорененность которой, возможно, объясняется темпераментом, так что она непременно подщится нам лишь необходимой формальностью для осуществления смертного приговора. И вполне вероятно, что сама по себе неожиданная смерть, как смерть Сен-Лу, столь, впрочем, обусловленная его характером, что я не счел нужным говорить об этом особо, была в какой-то мере предписана заранее. Известная богам, неведомая людям, ее неизбежность была приоткрыта наполовину неосознанной, наполовину осознанной печалью, и на этой последней ступени выражена другим с той полной искренностью, которая встречается при предсказании несчастья, хотя в глубине души мы надеемся их избегнуть, несчастье, которые, тем не менее, неотвратимы, неотделимы от того, кто снидаем ею, кто постоянно в глубине души предчувствует ее, как девиз и роковую дату. Наверное, он был прекрасен в свои последние часы. Казалось, он всегда в этой жизни и сидя, и вышагивая по гостиной, сдерживал атакующий порыв, скрывал неукротимую волю, таившуюся, сужающуюся книзу голове в улыбке. И вот он атаковал. Освободившись от библиотеки, феодальная башня снова стала служить военным целям. В своей смерти этот германт стал самим собой, то есть частью своего рода, в котором растворился, в котором он был всего лишь одним из германтов, и это стало очевидно на его похоронах в Кумбрейской церкви святого Илария, затянутой черными занавесами, где проступала красная, обвитая короной, без инициалов имени и титулов буква Г, заглавная буква германтов, которой он стал после смерти. Незадолго до похорон, его похоронили не сразу, я написал Жильберть. Наверное, мне надо было написать и герцогине да германт, но я подумал, что смерть Робера будет воспринята ею с тем же безразличием, которое она не постеснялась выказать к смерти стольких других, игравших, казалось, такую важную роль в ее жизни. И, быть может, даже исходя из германского своего духа, она попытается показать, что относительно ус родства у нее нет предрассудков. Я слишком страдал, чтобы писать всем. Некогда я считал, что она и Робер относятся друг к другу с любовью в светском смысле этого слова, то есть, когда им случалось общаться, они говорили друг другу что-то милое, то, что чувствовали в этот момент. Но за ее спиной Робер без колебаний величал ее идиоткой, а самой герцогине мне было известно, что если она и испытывала иногда при встречах с ним эгоистическую радость, то была неспособна составить себе хоть немного труда, сколько бы это ни было для нее легко, использовать свое влияние, чтобы в чем-нибудь помочь ему, даже чтобы отвести от него несчастье. Ее злоба, выказанная при отказе, когда Робер должен был вернуться в Марокко, рекомендовать его генералу де Сен-Жозефу, доказывал, что проявленное по случаю его женитьбы самоотречение было всего лишь компенсацией, почти ничего ей не стоившей. Сколь же я удивился, узнав, что, так как ко времени смерти Робера она болела, от нее довольно долго вынуждены были, под самыми надуманными предлогами прятать почту, из которой она могла бы узнать об этой смерти, чтобы смягчить вполне возможное потрясение. Мое удивление только возросло, когда я узнал, что после того, как ей вынуждены были сказать правду, герцогиня весь день плакала, заболела, и долго, больше недели, а это для нее очень много, была безутешна. Когда я узнал о ее горе, оно растрогало меня. В свете стали говорить, и я способен был подтвердить это, что между ними была большая дружба. Но, вспоминая, сколько мелких колкостей, нежелания участвовать в делах друг друга, ее сопровождали, я подумал, какой в сущности пустяк большая светская дружба. Впрочем, несколько позднее, в обстоятельствах более важных, хотя они и не до такой степени волновали меня, исторически госпожа де Германт проявила себя, с моей точки зрения, с еще более выгодной стороны. Как мы помним, она еще в девичестве, проявлявшая столько дерзости по отношению к русской императорской семье, и в замужестве, разговаривавшая с ее представителями всегда с такой вольностью, что ее даже обвиняли в недостатке такта, может быть, после русской революции была единственной, кто доказал великим княгиням и князьям беспримерную преданность. Еще за год до войны она изводила великую княгиню Владимир, постоянно называя графиню де Гогенфельсен, марганатическую супругу великого князя Павла, великой княгиней Павлой. Княгиня Владимир имеется в виду Мария Павловна, 1854-1920, жена великого князя Владимира Александровича, 1847-1909, брата Александра III. Княгиня Павла Великий князь Павел Александрович, 1866-1919, брат великого князя Владимира, в 1902 году женился на Ольге Валерьяне Корнович, 1866-1929, графиней Гоген Фельсен она стала только в 1904 году. Вот почему великой княгиней Владимир было неприятно, когда ее называли великой княгиней Павлой. У герцогини де Германт с ее точки зрения были основания выводить из себя княгиню Марию Павловну. В 1905 году муж великой княгини был командующим войсками гвардии в Петербургском военном округе. 9 января войска открыли огонь по его приказу. Тем не менее, русская революция еще не разразилась, а наш посол в Петербурге господин Палеолог, Палео для дипломатического света, у которого, как у любого другого круга свои, с претензией на остроумие сокращения, был завален депешами от госпожи де Германт, требовавшей новостей от великой княгини Марии Павловны. Палеолог Морис 1859-1914, посол Франции в России 1914-17 годы оставил мемуар. И долгое время единственные знаки симпатии и уважения эта принцесса получала день от дня исключительно от госпожи де Германт. Сын Лу, если не своей смертью, то, по крайней мере, поступками, ей предшествующими, принес более серьезные огорчения, чем те, что причиняла госпожа Дегермант. — Дело в том, что на следующий же вечер после того, как я виделся с ним, два дня спустя, после того, как барон сказал Мурелю «Я отомщу за себя», хлопоты, предпринятые Сын Лу с целью найти Муреля, привели к тому, что генерал, под чьим началом тот значился, понял, что Мурель дезертировал. Барон встретил Муреля на улице на следующий день после утренней встречи главного героя Сын Лу и вечерней с бароном. Он приказал найти его и арестовать, и чтобы извиниться перед Сын Лу за наказание, которому должны были подвергнуть интересовавшего его человека, написал Сын Лу. Мурель не сомневался, что его арест вызван ссорой с господином де Шарлю. Ему вспомнились слова «Я отомщу за себя». Он подумал, что в этом и заключалась месть, и попросил позволить ему сделать заявление. — Конечно, — сказал он, — я дезертировал, но моя ли вина, если меня наставили на дурной путь? Он поведал о господине де Шарлю и господине Даржанкуре, с которым также был в ссоре. Некоторые истории, рассказанные ему последними с откровенностью любовников и гомосексуалов, рассказы, по правде говоря, не затрагивали напрямую его самого, но привели к аресту разом и господина де Шарлю, и господина Даржанкуре. Сам арест, наверное, причинил каждому из них меньше страданий, чем известие о том, чего они прежде не знали, что они были соперниками. В ходе следствия выяснилось и то, что таких соперников, безвестных, ежедневных, встреченных на улицах, было очень много. Впрочем, вскоре их отпустили. Морелли тоже отпустили, потому что письмо, отправленное Руберу генералом, вернулось с пометкой «Выбыл. Погиб на поле чести». Ради покойного генерал приказал попросту вернуть Морелли на фронт. Последний вел себя храбро и, избегнув всех опасностей, вернулся с войны с крестом, о котором господин де Шарлю некогда тщетно ходатайствовал для него и который ему косвенно принесла смерть Сен-Лу. Я часто задумывался впоследствии, вспоминая военный крест, оставленный у Жюпьена, что если бы Сен-Лу выжил, он легко бы победил на выборах, проходивших после войны среди всплесков глупости и пены славы, когда оторванный палец, отменяя вековые предрассудки, позволял вступить в блистательный брак с аристократкой, а военного креста хватало, даже если он был получен за службу в канцелярии, чтобы с триумфальным преимуществом войти в палату депутатов, а то и во французскую академию. После избрания Сен-Лу, по причине святости его семейства, господин Мейер пролил бы потоки слез и чернил. Святого семейства Сен-Лу, святой волк, вероятно, в фамилии содержится отсылка к святому Христофору, чей иконографический зрак в Византии представляет собой человека с пёсьей головой. Согласно одному житию, он был родом из страны, где все такие. Однако, так как эта страна не обнаружена, хотя в Александрии сообщается, что не дошед до нагомудрецов Александр, проходит страну псоглавцев, следует признать более вероятной другую версию, согласно которой он попросил такую голову для большей убедительности своих проповедей у Господа Бога. Успех его проповедей вызвал к нему ненависть, и голову отрезали. Рака с его мощами находится в аббатстве Сен-Дени. Мейер был монархист и католик. Но всё-таки он слишком искренне любил народ, чтобы завоёвывать у него голоса. Народ, который, тем не менее, простил бы ему его родовитость и демократические идеи. Сен-Лу, наверное, с успехом излагал бы их перед палатой авиаторов. Имеется в виду вообще ветераны войны. Авиатор в палате был один. И это указывает на неприкрытую для современников иронию. Его, несомненно, поняли бы эти герои, так же, как и некоторые редкие благородные умы. Но по причине лицемерия национального блока всегда нашлись бы старые политические канальи, которых бы переизбрали. Национальный блок, состоявший из католиков и ветеранов, получил три четверти мест в палате на выборах в ноябре 1919 года. Те, кто не смог войти в палату авиаторов, клянчили, чтобы их приняли хотя бы в академию. Выпрашивали поддержку у маршалов, президента республики, председателя палаты и так далее. Сен-Лу им бы не так понравился, как другой завсегдат Эйжепьена, депутат от Аксион-Либераль, у которого не было соперников. Он не расстался с формой тылового офицера, хотя война давно закончилась. Его избрание с радостью приветствовали газеты, поддержавшие его кандидатуру. Благородные и богатые дамы, носившие теперь только рубище, из чувства приличия и боязни налогов, тогда как биржевики без устали скупали бриллианты, не столько для жен, сколько от недоверия к ценным бумагам какого бы то ни было государства. Они прятались за этот очевидный достаток, и акции де Бирс росли до тысячи франков. Эхо Парижа от 13 декабря 1919 года определяет котировки де Бирс в 1275, тогда как та же газета от 11 декабря 1914 года приводила цифру в 225. Это безумие несколько раздражало, но нападать на национальный блок перестали, когда неожиданно явились жертвы большевизма, великие княгини в лохмотьях, мужей которых поубивали скопом, а сыновей побили камнями. После того, как их морили голодом, под свисты улюлюканье, заставляли работать, бросали в колодцы, потому что считали, что у них чума, и они заразны. Те, которым удалось бежать, явились. Дословный перевод Мужей которых поубивали двухколесными тележками, которых обычно передвигают посредством двух ручек, торчащих с другой стороны. Я поселился в другой клинике, но лечение в ней шло ничуть не более успешно, чем в первой. Прошло много лет, прежде чем я уехал оттуда. В поезде на пути в Париж, куда я, наконец, возвращался, мысль о том, что я лишен литературных дарований, мысль, которая посетила меня впервые еще в стороне германтов, и в которой я с печалью удостоверился на ежедневных прогулках с Жильбертой, перед ужином, поздней ночью, в Тансон-Вилле. Мысль, которую, уезжая, я отнес насчет суетности и лживости литературы, прочитав несколько страниц дневника Ганкуров, в этом виде она была, возможно, не так горестна, зато более мрачна, ибо я воспринял ее не как проявление неприсущей мне немощи, но как следствие невозможности осуществления идеалов, которые верил. Эта мысль, так долго не приходившая мне на ум, поразила меня с новой, еще более удручающей силой, чем когда-либо. Это произошло, как помнится, когда поезд остановился в открытом поле. Солнце наполовину осветило стволы деревьев, росших вдоль железнодорожного пути. — Деревья, — думал я, — вам больше нечего мне сказать. Мое охладевшее сердце больше вас не слышит. Вокруг нетронутая природа, а мои глаза с равнодушием и скукой следят за линией, разделившей светлые вершины и темнеющие стволы. Если я когда-то имнил себя поэтом, то теперь знаю, я не поэт. Может быть, в том, что я теперь открываю, в новой части моей такой очерствелой жизни, люди смогут вдохновить меня на то, на что не вдохновляет больше природа. Но эти годы, когда у меня, кажется, были силы воспеть ее, упущены навсегда. Утешая себя мыслью, что, возможно, наблюдение за обществом займет место несостоявшегося вдохновения, я знал, что всего лишь стараюсь утешиться, что это утешение ничего не стоит. Если бы у меня действительно была художественная натура, то какую бы радость не пробуждали во мне эти деревья, освещенные садящимся солнцем, или поднимающиеся почти до ступенек вагона цветки на насыпи, лепестки которых можно было сосчитать, Но от описания оттенков которых, как во многих хороших книгах, я бы воздержался, мог ли я тщиться внушить читателю неиспытанное мною самим удовольствие? Позднее, с таким же безразличием, я смотрел на золотые и оранжевые блестки, рассыпанные окнами дома. Затем, ближе к вечеру, видел другой дом, вылепленный, казалось, из какого-то непонятного розового вещества. Но я констатировал все это с тем же непробиваемым безразличием, с каким, гуляя по саду с дамой, глядел бы на осколок стекла, а немного дальше на какую-то алибастровую вещицу, непривычный цвет, который, тем не менее, не разогнал бы мою вялую тоску. Но из вежливости к даме, и чтобы что-нибудь сказать, да и обозначить, что я заметил эту новую краску, я указал бы ей мимоходом на это цветное стекло и кусок штукатурки. Для очистки совести я все еще отмечал для себя, будто для какого-то незримого спутника, который способен извлечь из увиденного больше радости, чем я, огненные от цветы рам розовую прозрачность дома. Но компаньон, для которого я составлял все эти любопытные подробности, был не столь восторжен, как большинство людей, весьма склонных восхищаться такими вещами, ибо принимал эту цветность к сведению без особого ликования. Хотя меня давно не было в Париже, это не мешало старым друзьям, мое имя осталось в их списках, как прежде пунктуально присылать мне приглашения. И когда я нашел их, одно на чаепитие у Берма, в честь дочери и зятя, второе на утренник у Германта, печальные размышления, не оставлявшие меня в поезде, оказались побудительным мотивом, чтобы отправиться туда. «Стоит ли лишать себя светских развлечений, — думал я, — если эта знаменитая работа, за которую я уже столько лет ежедневно надеюсь приняться завтра же, мне не дается. Может быть, я и не предназначен для нее, а она и вовсе нереальна. Однако повод был негативным, и он лишь обесценивал причины, которые могли удержать меня от завтрашних визитов. Но пойти туда меня подтолкнуло имя Германтов, так давно уже не приходившее мне на ум. Теперь, красуясь на карточке, оно обрело в моих глазах очарование и смысл, которыми я наполнял его в Комбре, когда, возвращаясь по Птичьей улице, рассматривал темный снаружи лак витража Жильбера Плохого, государя Германта. И германты снова показались мне совершенно отличными от остальной светской публики, несравнимыми ни с кем из живущих, будь он хоть королем, с существами, произошедшими в результате скрещения кислого порывистого ветра сумеречного Комбре, где прошло мое детство, с прошлым различимым в маленькой улочке в высоте витража. Мне захотелось пойти к германтам, как если бы это приблизило меня к детству, к глубинам памяти, в которых оно таилось. И я перечитывал приглашение, пока взбунтовавшиеся буквы, составлявшие имя столь же знакомое, столь же таинственное, как слово Комбре, не рассыпались и не растворились пред моими усталыми глазами, словно ничего не значащее слово. Мама как раз собиралась на чаепитие к госпоже Сазра, Сазра, зная заранее, что там будет очень скучно, и я без колебаний отправился к принцессе де Германт. Мне пришлось взять экипаж, чтобы отправиться к принцу де Германту, переехавшему из старого в великолепный новый особняк, выстроенный им на авеню Дюбуа. Одна из ошибок светских людей заключается в том, что они не понимают, что, если уж им угодно, чтобы мы верили в них, следовало бы, чтобы они поверили в себя сами, или, по крайней мере, уважали в себе то, что оказывает существенное влияние на нашу веру. Во времена, когда я верил, даже если знал, что это не так, что Германты живут в таких дворцах по наследственному праву, и что проникнуть в них так же сложно, как во дворец чародея или феи, сделать так, чтобы открылись двери, которые не откроются, если не произнести волшебного заклинания, казалось мне столь же затруднительным, как добиться встречи с настоящей феей. Для меня ничего не было проще, чем поверить, что старый слуга, принятый на службу накануне, а то и нанятый у Потеля и Шабо, был сыном, внуком, правнуком тех, кто служил в семье задолго до революции. В отеле Шабо содержали рестораны в Париже. Я, не задумываясь, называл портретом предка полотно, купленное минувшим месяцем у Бернхейма-младшего. Бернхейм-младший — коллекционер и торговец с полотнами. Но очарование не передается. Воспоминания нельзя разделить. И от самого принца Дегерманта, теперь, когда он сотряс основы моей веры, переехав на веню Дюбуа, немногое сохранилось. Плафоны, падения которых я опасался, когда произносили мое имя, под которыми я до сих пор испытывал бы что-то от былых страхов, былого очарования, нависали теперь над гостями какой-то безразличной мне американки. Само собой, не в вещах заключена их сила. И раз уж мы сами наделяем их ею, какой-нибудь юный студент-буржуа должно быть испытывал в этот момент перед особняком на веню Дюбуа те же чувства, что когда-то я испытывал перед старым дворцом принца Дегерманта. Просто он был еще в возрасте веры, а я его миновал. Я утратил уже этот дар. Как взрослее мы утрачиваем способность разлагать молоко на усваиваемые составляющие. Поэтому-то взрослые вынуждены осторожно пить его маленькими глотками, тогда как дети сосут молоко, сколько хотят, не переводя дыхание. По крайней мере, в переезде Германта то было для меня хорошо, что экипаж, в котором я предавался этим размышлениям, должен был пересечь улицы, шедшие к Елисейским полям. Они тогда были плохо вымощены. Но как только экипаж там оказался, я оторвался от своих мыслей из-за необычайной плавности, ощущаемой, когда коляска неожиданно катится легче, мягче, без шума, словно открылись ворота парка, и мы скользим по аллеям, покрытым мелким песком или умершей листвой. Этого нельзя объяснить, но я вдруг почувствовал, как внешнее противодействие устранилось, потому что мне не нужно было больше применяться и внимать, как обычно бывает, даже если мы не отдаем себе в этом отчета чему-то новому. Ведь улицы, по которым я проезжал, были те же, давно забытые улицы, которыми я ходил когда-то с Франсуазой к Елисейским полям. Земля сама знала, где должна пройти. Ее постоянство победило. И как авиатор, который только что тяжело катил по земле, внезапно оторвавшись, я мысленно вознесся к молчащим вершинам воспоминаний. Эти улицы Парижа всегда будут представляться мне сотканными из какой-то другой материи, нежели остальные. Когда я проезжал угол улицы Рояль, там когда-то стоял торговец с фотографиями, Франсуаза была от них без ума, за которые я сотни раз поворачивал, мне показалось, что экипажу ничего не оставалось, как повернуть. Я проезжал не по тем же улицам, по каким шли сегодняшние гуляки. Я проезжал по ускользающему, нежному и грустному прошлому. Впрочем, оно состояло из многих отдельных воспоминаний. И я с трудом мог распознать причину моей грусти. Объяснялась ли она встречами с Жильбертой, когда я боялся, что она не придет. Близостью дома, куда, как рассказывали мне, Альбертина ходила с Андре, счетой всякой суетности, которая проявлялась в миллион раз и схоженной нами в какой-нибудь страсти дороги. Страсти уже безжизненной и не принесшей плода, подобной той, в которой после завтрака я поспешно, лихорадочно выбегал из дому, чтобы посмотреть на совсем еще свежие от клея афиши Федры и черного домино. Черное домино Спектакль в опера Камик Поскольку мне не очень-то хотелось слушать концерту германтов полностью, когда экипаж достиг Елисейских полей, я попросил остановить его и готов был уже выйти, чтобы прогуляться немного пешком, когда меня поразила увиденная в другом, почти остановившемся уже экипаже. Сгорбленный мужчина с неподвижными глазами, скорее усаженный, чем сам севший так глубоко, производил примерно такие же усилия, чтобы держаться прямо, какие сделало бы дитя, которые попросили вести себя прилично. Под соломенной шляпой виднелись необузданные дебри совершенно белых волос. Белая борода, похожая на те, что лепит снег к статуям в общественных садах, струилась с его подбородка. Рядом с Жюпьеном, готовым разорваться для него на части, сидел господин де Шарлю, только-только оправившийся от апоплексического удара, о котором мне не сообщили. Я знал только, что он ослеп, но расстройство зрения было временным. Он снова ясно видел. В нем, словно от воздействия химического реактива, проявился невиданный доселе. Если только раньше барон не красился, теперь ему это могли запретить, чтобы избежать переутомления, неизвергавшийся прядями в его космах и бороде, перенасыщенных им, словно то были гейзеры, сверкающий металл, чистое серебро, одновременно придавая старому, отверженному принцу шекспировскую величественность короля Лира. Глаза не остались в стороне от этой тотальной конвусии, от металлического истощения головы, и, как обратное следствие того же феномена, утратили свою живость. Сильнее всего впечатляло то, что этот исчезнувший блеск был как-то связан с духовным благородством, что физическая и даже интеллектуальная жизнь господина де Шарлю пережили его аристократическую гордость, составлявшую, как одно время казалось, единое с ним целое. В это время, наверное, также направляясь к германтам, проезжала в Виктории госпожа де Сент-Аверт. Барон раньше считал ее недостаточно элегантной. Виктория — открытая коляска. Жупьен, заботившийся о нем, как о детяти, шепнул ему на ухо, что это знакомое лицо госпожа де Сент-Аверт. Тотчас, с невероятным усилием, с приезжанием больного, желающего показать, что он способен на все тяжкие для него движения, господин де Шарлю снял шляпу, нагнулся и наклонил голову столь же почтительно, словно перед ним была не госпожа де Сент-Аверт, но королева Франции. Может быть, именно затруднительность такого приветствия побудила его на этот поступок, ибо господин де Шарлю знал, что он еще больше растрогает, мучительным, стало быть, вдвойне похвальным для больного действием, равно и лесным для той, кому он предназначался, ибо больные, как и короли, несколько утрируют свою лебезность. Может быть, в движениях барона было что-то от расстройства координации, последствий расстройства костного и головного мозга, и эти жесты несколько выходили за рамки его намерений. Сам я увидел в этом какую-то квазифизическую мягкость, равнодушие к жизненным реалиям, разительные в людях, осененных уже крылом смерти. Изменение не так явственно обозначилось в серебряных залежах шевелюры, как в этом бессознательном светском смирении, переворачивавшим социальные устой, склонявшим перед госпожой де Сент-Верт, как оно склонило бы и перед последней американкой, которая на собственном опыте смогла бы, наконец, узнать любезность барона, практически до сели недоступную, закоренелый снобизм. Ибо барон он еще жил и думал, мысль его не была поражена. Это приветствие барона, услужливое и смиренное, еще внятнее, чем хор софокла об униженной гордости Эдипа, внятнее, чем сама смерть и любая траурная речь, говорила, как хрупко, как приходящая любовь к земным почестям, любая человеческая гордость. Господин де Шарлю, не согласившийся барания и ужинать с госпожой де Сентаверт, теперь приветствовал ее почти земным поклоном. Быть может, он попросту забыл о ранге лица, с которым здоровался. Статьи социального кодекса могли быть вычеркнуты ударом, как и любая другая область памяти, и это и объясняло сам факт приветствия. А может, нескоординированность движений сместила в плоскость мнимого смирения колебания, в противном случае высокомерные, которые он испытал бы, установив личность проезжающей дамы. Он здоровался с ней с вежливостью ребенка, робко пришедшего на зов матери поприветствовать гостей. Вот он и стал ребенком. Правда, утратив детскую непринужденную гордость. Для нее принимать знаки уважения от господина де Шарлю было верхом снобизма, как для барона было верхом снобизма ей в них отказывать. Но эта недоступность и исключительность, характерные, как ему удалось внушить какой-нибудь госпоже де Сент-Аверт, только для него одним махом им же были упразднены прилежной кротостью и боязливым усердием, с которыми он снял шляпу, откуда заструились, все то время, пока его голова была почтительно не покрыта с экспрессией какого-либо Босюэ, потоки серебряных косм. Босюэ, Жан-Бенин, 1627-1704, французский писатель и епископ, полагал, что монархия власть от Бога. Описание господина де Шарлю в предыдущем абзаце перекликается с похоронной речью Босюэ на смерть Генритте английской. Жюпьян помог барону спуститься. Я поздоровался с ним. Он что-то затороторил, но так неразборчиво, что я не понял ни слова. И когда я в третий раз попросил его повторить, он нетерпеливо дернул руками. Меня это удивило, потому что лицо его сохраняло невозмутимость, оставшуюся, наверное, в память о параличе. Но как только я в конце концов освоился с этим пришепетываемым пианиссимо, я понял, что болезнь не затронула его душу. Впрочем, он состоял из двух баронов, если не считать остальных. Ум его постоянно горевал, так что дошел до афазии от того, что барон произносил некое слово или звук вместо других. Но как только ему действительно случалось ошибиться, второе подсознательное я, господина де Шарлю, жаждавшее возбуждать зависть не меньше, чем первое сострадание и, как первое, не пренебрегавшее жеманством, подобно руководителю оркестра, музыканты которого сбились, немедленно останавливало начатую фразу и с бесконечной изобретательностью увязывало ее со словом, выскочившим в действительности вместо другого, так что в итоге получалось, что он именно его и выбрал. В целости была даже память, откуда, впрочем, не без кокетства, довольно для него изнурительного, он извлекал древние и незначительные воспоминания, касающиеся меня, чтобы показать, что он сохранил или уже обрел ясность ума. Не шевельнув головой, не изменив интонации голоса, он сказал мне в частности, смотрите-ка, на этом столбе совершенно такая же афиша, как та, перед которой я впервые увидел вас во Вранж, то есть нет, в Бальбеке, и действительно это была реклама того же продукта, а в Вранж, городок в Нормандии, по-видимому, недалеко от Бальбеке. Поначалу я с трудом мог различить, что он говорит, как в комнате, где закрыты занавеси, поначалу низги не видно, но как глаза к сумраку, вскоре уши мои приучились к этому пианиссимо. Мне также кажется, что по мере того, как барон говорил, голос его постепенно креп, то ли слабость звука отчасти объяснялась опасениями, рассеивавшимися, когда кто-нибудь отвлекал его, и он о них забывал, то ли, напротив, эта слабость действительно соответствовала его состоянию, но по ходу разговора непродолжительное усиление голоса было вызвано наигранным возбуждением, мимолетным и скорее зловещим, о котором посторонних предупреждали. Ему уже лучше, не напоминайте ему о болезни, но, напротив, эта сила поддавалась ей, и болезнь немедлила вернуться. Что бы то ни было, барон в этот момент, и даже принимая во внимание мое привыкание, бросал свои слова с большим напором, подобно приливу, бросающему в ненастье скрученные волны. И остаток недавнего приступа слышался в глубине слов, словно шум катящихся булыжников. Впрочем, разговаривая со мной об Илоне, наверное, чтобы показать, что у него еще не отшибла память, он воскрешал его в несколько траурном порядке, но без печали. Он перечислял членов своей семьи, своих близких, которых уже не было в живых, однако казалось не столько сожалея, что их нет, сколько радуясь тому, что ему довелось их пережить. Казалось, воспоминание об их кончине освежало его радость о собственном выздоровлении. С разве что нетриумфальной жестокостью он повторял монотонно, слегка заикаясь из-за могильными переборами. Аннибал де Абриоте мертв, Антуан де Муши мертв, Шарльз Ван мертв, Адальберде Монморанси мертв, Боссон де Толеран мертв, Состен де Дудовиль мертв. И казалось, что слово мертв падает на этих покойников, как лопата тяжелой земли, брошенной могильщиком, которому не имется закопать их поглубже. Герцогиня де Ле Турувиль решила пропустить утренник принцессы де Германт, поскольку недавно была очень больна, и в эту минуту проходила мимо нас. Заметив барона, о недавнем ударе которого она не слышала, подошла поздороваться, но от того, что сама так недавно болела, она не только сразу же распознавала болезни ближних, но и тотчас испытывала по этому поводу какую-то нетерпеливость и нервное раздражение, в которых, возможно, было много сострадания. Как только она поняла, что барон еле-еле, да и то с ошибками, произносит некоторые слова и едва двигает рукой, она посмотрела на меня и Жепьена, ища объяснение этому шокирующему явлению. Поскольку мы промолчали, она обратила долгий взгляд на самого господина де Шарлю, взгляд печальный, но не без упрек. Она словно укоряла его за то, что встретила его на людях в таком неподавающем виде, словно он вышел без галстука или без ботинок. Барон снова оговорился. И огорчения и негодования герцогини так усилились, что она воскликнула «Поламет» вопросительным и раздраженным тоном слишком нервных людей, которым так сложно подождать минутку, что если им и позволят таки тотчас войти, извиняясь, что еще не закончили свой туалет, они горько посетуют, не столько прося прощения, сколько обвиняя «Да ладно уж, я вас беспокою», словно усматривая состав преступления со стороны обеспокоенного. Наконец она оставила нас, все более сокрушенно твердя барону «Вы бы лучше домой вернулись». Ему захотелось немного отдохнуть. Мы с Жопьяном в это время могли прогуляться, и, усевшись в кресло, он с трудом вытащил из кармана книгу, как мне показалось, молитвенник. Мне хотелось узнать от Жопьяна подробности о состоянии здоровья барона. «Я был бы очень рад поболтать с вами, сударь», сказал мне Жопьян, «но дальше Ронпуана не пойду. Божьей милостью теперь барону лучше, но я боюсь оставлять его надолго одного. Каким он был, таким и остался. У него слишком доброе сердце, он отдал бы людям все, что у него есть, и, помимо того, он по-прежнему прыток, как юноша, и мне не следует спускать с него глаз. Тем более, что он снова при своих. Меня сильно огорчило, когда я узнал, что он ослеп. Действительно, паралич повлиял на зрение, он абсолютно ничего не видел. Представьте, пока его лечили, кстати, лечение очень ему помогло, несколько месяцев он видел не больше, чем слепорожденный. и по этой причине в некоторых ваших услугах он не нуждался. Что вы? Представьте, приходим куда-нибудь в гости, он сразу же спрашивает, что из себя представляет тот или иной слуга. Я его уверял, что все на редкость уродливы, но он все-таки чувствовал, что этого не может быть, что я привираю. Видите, какой шалун. Потом у него был какой-то нюх. Кажется, на голос точно я не скажу. Тогда он меня немедленно отправлял попытаться это дело устроить. Как-то раз вы извините меня, что я вам это рассказываю, но вы однажды случайно попали в храм без стыдства, и мне нечего от вас скрывать. Впрочем, выставляя на показ чужие секреты, он всегда испытывал вызывающие неприязнь удовольствия, я возвращался с одного из этих так называемых неотложных дел и поспешал, ибо оно уладилось. Но тут из комнаты барона услышал голос. «Барон ответил что?» «Ты значит первый раз?» Я вошел без стука, и каков же был мой ужас? Барон, обманутый голосом, который действительно был покрепче, чем обычно в этом возрасте, тогда барон был совершенно слеп, был в обществе, это он-то, который раньше любил только зрелых мужчин, ребенка, которому не исполнилось и десяти. Мне рассказывали, что в то время на него чуть ли не ежедневно находило душевное расстройство. Он не то чтобы бредил, но скорее явно выражал свои обычно скрытые взгляды, свою германофилию, например, при третьих лицах о присутствии или опасности общества которых забывал. Война давно кончилась, а он все еще сокрушался, что немцев разгромили, причисляя себя к ним, и гордо заявлял, все-таки невозможно представить, что мы своего не возьмем. Мы уже доказали, что именно мы способны на самое серьезное сопротивление, что именно у нас лучшая организация. Или же его откровенность проявлялась в другом, и он неистово восклицал, пусть лорд Икс или принц Д не приходят сюда повторять то, что они мне вчера наговорили. Я еле сдерживаюсь, чтобы не крикнуть им, вы же знаете, что вы точно так же, по крайней мере, в том смысле, в каком это понимаю я. Ни к чему добавлять, что когда господин де Шарлю был, как говорится, не в себе и выкрикивал свои германофильские и прочие признания, находившиеся при нем приближенные, жупьен или герцогиня де Германт привычно разъясняли его неосторожные слова, давая для менее близких и более болтливых друзей весьма условную, но пристойную интерпретацию. — Черт побери! — воскликнул Жупьен. — Я же говорил, что нам не нужно далеко уходить. Он уже завел беседу с молодым садовником. — До свидания, сударь. Будет лучше, если я с вами распрощаюсь. Нельзя ни на секунду оставлять моего больного, потому что теперь это только большое дитя. Я опять сошел с экипажа, на сей раз прямо перед особняком принцессы де Германд. И вернулся к своим мыслям об усталости, о скуке, с которыми накануне силился рассмотреть линию, отделявшую в одном из красивейших, как считается, мест Франции полоску тени на коре. Конечно, вчерашние умозаключения не действовали сегодня столь жестоко на мою восприимчивость. Они остались теми же. Но чуть ли не каждый раз стоило мне почувствовать, что я оторвался от своих привычек, выйдя в неурочный час в неурочном месте. Я испытывал живую радость. Сегодня моя радость, радость от посещения утренника у госпожи де Германд, казалась мне напускной. Но раз уж теперь было очевидно, что мне не предназначено ничего, кроме пустых радостей, с какой стати я должен был отказываться от них. Я повторял себе, что не испытывал, пытаясь описать виденное мною никакого воодушевления. Это, конечно, не единственный, но первейший критерий талан. Тогда я попытался извлечь из памяти другие снимки, в особенности, сделанные в Венеции. Но это слово нагнало на меня скуку, какую могла нагнать выставка фотографий. И я находил в себе не больше вкуса и таланта к описанию давно виденного, чем к описанию только что увиденного вчера, когда я взирал на все разборчивым и тусклым взглядом. Быть может, еще минута, и много друзей, давно не встречавшихся со мной, попросят меня покончить с уединением, принести им в жертву свое время. У меня уже не было причин отказывать им, поскольку теперь я знал, что ни на что не способен, что литература больше не принесет мне радости, либо по моей вине, поскольку я лишен литературного дара, либо из-за нее самой, если она в самом деле не до такой степени наполнена действительностью, как представлялась. Мне вспомнились слова Дергота. Вы больны, но вы не вызываете жалости. У вас есть духовные радости. Как он во мне ошибался? Как мало было радости в этом бесплодном сознании! К тому же, если у меня и были какие-то способности, речь не об уме. Я расточал их на разных женщин. Так что одари меня судьба долгой жизнью, без всяких хворей, она бы лишь узаконила подобное существование, в то время как вряд ли был какой-то смысл тянуть лямку и дальше, тем более, если речь шла о долгой отсрочке. Что до радости ума, то разве мог я так назвать эти холодные заметы, которые вырабатывали мое всевидящее око и мой трезвый ум без всякого удовольствия и всякой пульзы. Но подчас именно в те минут, когда нам кажется, что все пропало, мы получаем сигнал, который только и может нас спасти. Речь идет о предварении, указании, предуведомлении. о том, что служат введением к последующим событиям духовного чувственного опыта, однако не гарантируют их успешного притворения. Мы ломились во все двери, но они никуда не вели, и вот не подозревая об этом, толкаем ту единственную, через которую как раз можно войти, и которую тщетно искали бы еще сотню лет. Она открывается. Придавшись всем этим печальным раздумьям, я вошел во двор особняка германтов по рассеянности, не заметив тронувшегося экипажа. Имеется в виду экипаж на электрической тяге, бывшей в употреблении в Париже начала века. Это объясняет и то, что автор его не заметил. На крик возницы я едва успел метнуться в сторону. Отступив, нечаянно споткнулся, а довольно плохо отесанный булыжник у стены каретник. Но в то мгновение, когда, восстановив равновесие, я поставил стопу на окатыш, вдавленный сильнее, чем первый, мое уныние рассеялось, и я испытал то же самое блаженство, которое в иные дни вызывал во мне вид деревьев во время прогулки в коляске вокруг барбеке, как казалось узнанных мною, вид колокольни Мартенвилля, вкус размоченного печенья Мадлен и столько других описанных уже ощущений, все, что, пожалуй, воплотили собой последние работы Вентея. Прогулка имела место в романе «Под сенью девушек в цвету». Точно так же, как когда-то, когда я попробовал Мадлен, забота о будущем и интеллектуальные сомнения рассеялись, и даже те, что мгновение назад донимали меня относительно литературных дарований и жизненности литературы как таковой, разрешились словно по волшебству. Я не пустился в новые рассуждения, я не нашел окончательного аргумента, а препятствия, только что неодолимые, потеряли свою значимость. Но на этот раз я решил не смиряться с тем, что я не знаю, почему это происходит, как я уже смирился однажды, когда распробовал размоченные Мадлен. Блаженство, испытанное мною только что было схоже с тем, которое я ощутил от вкуса печенья, но тогда я отложил поиск глубоких причин его возникновения на потом. В воскрешенных мною образах была чисто материальная разница. Глубокая лазурь застилала мои глаза. Чувство свежести, ослепительного света охватило меня и пытаясь его уловить, я не смел и пошевельнуться, как тогда, когда ощутил вкус печенья, выжидая пока рассказ об этом сам достигнет моего сердца. Я стоял, рискуя вызвать смех многочисленной толпы шоферов, переступая со щербатого булыжника на покатый. Всякий раз механически повторив этот шаг, я не извлекал из него никакой пользы. Но если бы мне удалось забыть об утреннике германтов и обрести то, что я чувствовал, поставив ногу на камень, меня снова коснулось бы ослепительное и смутное видение, словно говоря, пойми меня, если у тебя достаточно сил, постарайся решить загадку счастья, которое я тебе дарю. И почти тотчас я узнал — это была Венеция. Я никогда не мог приблизиться к ней, пытаясь ее описать. И ничуть не более приближали меня к ней так называемые снимки, сохраненные памятью. Но ощущение, испытанное мною на двух неровных плитках баптистерии Сан-Марко вернуло мне ее вместе со всем остальным, скучившимся сегодня в одном чувстве. Они таились, вжидая, каждая на своем месте в ряду забытых дней, покуда внезапный случай властно не вырвал их оттуда. Вкус печенья напомнил мне Комбре. Но почему, когда я восстанавливал в памяти образ Комбре, образ Венеции меня переполняла радость, в чем-то очень определенная, и ее без всяких объяснений хватало, чтобы смерть стала мне безразлична. Все еще вопрошая себя, я решил сегодня же найти ответ и вошел в особняк германтов, потому что мы всегда ставим выше внутренних потребностей наши мнимые роли. Сегодня это была роль приглашенного. Я поднялся на второй этаж. Дворецкий попросил меня подождать немного в маленькой гостиной библиотеке, смежной с буфетной, пока исполняемый отрывок не будет окончен, ибо принцесса запретила открывать двери во время исполнения. И в эту секунду то, что подарили мне два неровных булыжника, укрепил еще один знак, воодушевив меня на упорство в моей задаче. Дело в том, что лакей, тщетно стараясь не производить шума, стукнул ложечкой оторел. Такое же блаженство, как и испытанное только что на неровных плитках, переполнило меня. Впечатления были еще теплей, но они были совсем другими. Смешанные с запахом дыма, упокоенные свежестью лесной опушки, я понял, что таким милым предстал мне тот же хоровод деревьев, который вчера показался несколько скучноватым, чтобы наблюдать и описывать его, а перед ним, сжимая в руке взятую в дорогу бутылку пива, почудилось мне на мгновение в своего рода забытии, я и находился. Кажется, именно стук ложечки внушил мне это забытье, пока я не опомнился от стука молотка в руках у рабочего, прилаживавшего что-то к колесу поезда, когда мы стояли перед тем леском. Такое ощущение, что знаки благодаря которым в этот день я мог рассеять уныние и обрести веру в словесность, должны были множиться в сердце. Дворецкий, давно уже служивший у германта, узнал меня и принес в библиотеку, чтобы мне не пришлось ходить в буфетную, печенье и стакан оранжада. Я вытер рот салфеткой, которую он мне дал. тотчас, словно персонаж тысячи и одной ночи, который, сам того не ведая, в точности исполняет обряд, вызывающий послушного, ему лишь видимого и готового перенести его в далекие страны джинна. Перед моими глазами прошло еще одно лазурное видение. Лазурь была чиста и солона. Она раздувала голубоватые сосцы. Впечатление было настолько сильным, что пережитое мгновение показалось подлинным. Я обеспамятил еще сильнее, чем в тот день, когда спрашивал себя, действительно ли меня примет принцесса де Германт, или же сейчас все рухнет. Мне почудилось, что еще чуть-чуть, и слуга откроет окна на пляж, что все зовет меня выйти, прогуляться вдоль мола во время прилива. Салфетка, которой я вытер рот, была точно так же жестка и крахмальна, как та, которой я с таким трудом утерся возле окна в первый день нашего приезда в Бальбеке. И теперь в библиотеке особняка Германтов она разворачивала, вернувшись в свои рубцы, свои складки, оперения океана зеленого и голубого, как хвост павлина. Я наслаждался не только этими красками, но цельным мгновением жизни, проявившей их, и к ним, наверное, чем я не насладился в Бальбеке от какой-то усталости, а может и грусти, стремившейся, и которые теперь освободившись от всякой незавершенности во внешнем восприятии чистая и бесплотная переполняла меня весельем. Буквально от имперфекта длительного, продолженного, во внешней перцепции незавершенности во внешнем восприятии. То есть всякое восприятие в какой-то мере чуждо законченности, ибо в его протяженности остается место для надежды и ожидания, так что внимание отстраняется от действительности. Следует также учитывать, что автор проводит рискованный опыт смешения прозаического описания с чисто философскими материями, в какой-то мере в духе Бергсона, но скорее это похоже на Монтене, дожившего до начала XX века. Довольно рискованный в плане языка. Само собой, этот опыт еще более рискован в переводе, если не прибегать к традиционной адаптации. Отрывок концерта мог закончиться с минуты на минут. Мне нужно будет войти в гостиную. Так что я изо всех сил старался как можно быстрее вникнуть в природу этих тождественных радостей, только что трижды за несколько минут расчувствованных мной, и воспользоваться в конце концов уроком, который необходимо было из них извлечь. Я не остановился на огромной пропасти между настоящим впечатлением от предмета и впечатлением искусственным, составленным нами в сознательной попытке воссоздать этот предмет. Я слишком уж хорошо помнил, как с относительным безразличием Сван вспоминал о днях, когда был любим, потому что за этими словами он видел не их, но что-то другое, и внезапную скорбь, которую вызвали в нем несколько тактов Вентея, ибо благодаря этим тактам те дни предстали ему сами по себе, какими он их ощущал. Я прекрасно понимал, что то, что пробудилось во мне, когда я почувствовал неровность плит, жесткость салфетки, вкус печенья, никоим образом не было связано с моими воспоминаниями о Венеции, Бальбеке, Комбре, когда в моем распоряжении была лишь монотонная память. Я понял, что жизнь можно называть посредственной, хотя иногда она столь прекрасна, потому что, когда мы судим и обесцениваем ее, мы основываемся на чем-то совсем ином, чем она может быть, на образах ничего от нее не сохранивших. сверх того, я отметил мимоходом, что отличия, разнящие между собой реальные впечатления, эти отличия свидетельствуют, что однородная картина не имеет никакого отношения к жизни, вероятно, объясняются тем, что даже незначительные слова, сказанные нами в какой-либо момент нашей жизни, и самые незначимые поступки окружены и несут на себе отпечаток вещей, логически из них невыводимых, потому что они отделены от этих вещей интеллектом, для функционирования которого ничего не дают, но и поступок, и простейшее ощущение, будь то розовый вечерний блик на покрытой цветами стене сельского ресторана, чувство голода, желание женщины, наслаждение роскошью, будь то голубые валюты утреннего моря, объявшего музыкальные фразы, слегка выглядывающие из него, как плечи ундин, заперты в них, словно в тысячи закупоренных ваз, каждая из которых наполнена совершенно нисходными цветами, запахами, температурой. Не считая того, что эти вазы расставлены по всей высоте наших лет, во время которых мы безостановочно меняемся душой или мыслью, они занимают разные высоты, и мы чувствуем, что только воздух и разница. По всей высоте годы с точки зрения любого пространственно оформленного объекта занимают перпендикулярное положение, а когда он перемещается, будь то ментально или летально образуют череду вершин, неприступные помиры и эвересты высот, на которые нам не суждено больше взойти. На этих вершинах хранятся те сосуды, которые можно снова открыть, но их нельзя заново наполнить. Правда, эти-то изменения неощутимы для нас. Но между внезапно всплывшим воспоминанием и нашим сегодняшним состоянием, как и между двумя воспоминаниями о разных временах, местах, часах, расстояние таково, даже если не принимать во внимание их неповторимость, что они несоотносимы. И они никогда не смогут слиться воедино, если память благодаря забвению не протянет между ними какой-либо нити, не свяжет себя некой цепочкой с настоящей минутой, если она покоится на своем месте в своих годах, если она сохранила свою удаленность, свое одиночество во враге какой-нибудь долины на вершинном пике. Тогда память внезапно наполнит новым воздухом наши легкие. Это будет воздух, которым мы уже дышали когда-то. Это чистейший воздух, который поэтам не удастся ощутить в раю. Последний не приведет нас к тому же глубокому обновлению, потому что над этим чувством властен только тот воздух, которым мы уже дышали, ибо настоящий рай суть потерянный рай. Заодно я отметил, что при создании произведения искусства, для которого казалось я уже созрел, хоть это произошло подсознательно, я встречу большие трудности. Потому что если бы я взялся за изображение рифбельских вечеров, когда в столовой, открытый в сад, прореживалась, распадалась и скрадывалась жара, когда последние отблески освещали розы возле ресторана, пока в небесах виднелись еще последние акварели дня, я должен был бы последовательно воссоздать эти детали в веществе отличном от того, какое подошло бы воспоминаниям об утреннем береге моря, о днях в Венеции, в веществе четком, новом, прозрачном, звучащем особо, емком, освежающем и розовом. Я скользил в своих мыслях с большим упорством, чем когда искал причину блаженства в той непреложности, с которой оно проявлялось, пытаясь добиться успеха в некогда отложенном усилии. И я угадал эту причину, сравнивая различные блаженства. Общее меж ними было то, что я испытывал их разом в настоящее мгновение и в прошлом. И в конце концов прошлое переполняло настоящее. Я колебался, не ведая, в котором из двух времен живу. Да и существо, наслаждавшееся во мне этими впечатлениями, испытывало их в какой-то общей былому и настоящему среде, в чем-то вне временном. Это существо проявлялось, когда настоящее и прошлое совпадали. Именно тогда, ибо оказывалось в своей единственной среде обитания, где оно дышало, питалось эссенцией вещей, то есть вне времени. Этим и объясняется то, что в ту минуту, когда я подсознательно понял вкус печенья, мысль о смерти оставила меня, поскольку существо, которым я тогда стал, было вне временным, и, следовательно, его не заботили превратности грядущего. Это существо являлось всегда вне реального действия, прямого наслаждения, всякий раз, когда чудо аналогии выталкивало меня из времени. Только это чудо было в силах помочь мне обрести былые дни и утраченное время, тогда как перед этим были совершенно бессильны и память, и интеллект. И, возможно, слова Бергота о радостях духовной жизни только что казались мне ложными, лишь потому, что в тот момент я называл духовной жизнью логические рассуждения, не имевшие никакого отношения к тому, что сейчас ожило во мне. И жизнь и мир казались мне такими скучными, лишь от того, что я оценивал их сообразно мнимом воспоминанием, но теперь я почувствовал страшное желание жить, едва во мне, сложившись из трех составляющих, возродилось подлинное мгновение прошлого. Только мгновение? Наверное, больше. То, что принадлежит разом прошлому и настоящему, превосходит то и другое. Сколько раз в течение жизни реальность разочаровывала меня, ибо когда я воспринимал ее, воображение, единственный орган, предназначенный для наслаждения прекрасным, не могло примениться к ней в силу неумолимого закона, согласно которому воображению доступно лишь то, что утрачено. И вот непреложность этого сурового закона внезапно ослабла, действие его приостановилось. Это была чудесная уловка природы, и она высекала искры из ощущения, из стука вилки, и молотка, даже название книги, разом в прошлом, благодаря чему мое воображение могло наслаждаться им и в настоящем, где физическое сотрясение моих чувств шумом, прикосновением полотна возбуждало воображение тем, чего оно обычно лишено ощущением реальности, и благодаря этому сознание смогло достичь, выделить, закрепить длительность вспышки, то, чего ему не удавалось никогда. Немного времени в чистом виде. Из стука вилки главный герой не разглядел прибора, который был в руках у лакея, и теперь, чтобы не грешить против истины, попеременно уверяют читателя, что это было и то, и другое. Ниже ложка превратится в нож. Немного времени в чистом виде. Наше былое слишком нереально, чтобы быть действительностью. Ему необходимо какие-то агенты в настоящем. только это собственно настоящую актуальную жизнь и оправдывает. Они необходимы ему для связи былого и того, что находится вне времени. Вне времени живут только сущности, схожие с впечатлениями, но не имеющие ничего общего с людьми, которые их испытывают. То есть это односторонняя метафизика, которой не примешиваются наши чувственности желания, остающиеся в пределах бессмысленной жизни. И это существо, возродившееся во мне, когда со счастливым содроганием я услышал шум, одновременно присущий касавшейся тарелки ложки и молотку, стучавшему о колесо, испытал неровность плиток на мостовой двора германтов и баптистерия Сан-Марко, это существо питалось только эссенцией вещей, лишь в этом находя удовольствие и усладу. Оно чахло, вникая в настоящее, недоступное чувствам, рассуждая о прошедшем и сушенном разумом, ожидая грядущего, сооруженного желанием из фрагментов настоящего и былого, лишенных к тому же реальности, ибо наша воля сохраняет в них только то, что согласуется с пониманием своекорыстного, слишком человеческого конца времен, которого мы от грядущего ожидаем. Но пусть слышанный когда-то шум, аромат, которым мы дышали, снова станут такими, какими были, разом в прошлом и настоящем, реальными, но недейственными, идеальными, но неабстрактными, и тогда сразу высвободится обычно скрытая вечная сущность вещей, и наше подлинное я пробудится от подчас слишком долгого мертвого забытья, в котором это я, однако, не погибло окончательно, оно оживет, получив адресованные ему небесные письмена. минута свободная от временного порядка воссоздает в нас, чтобы мы ощутили ее, свободного от времени человека. И он, конечно, уверует в эту радость, даже если чисто логически она невыводима из простого вкуса печенья. Слово смерть для него не имеет смысла. что ему, стоящему вне времени, бояться грядущего. Но этот мираж, приблизивший ко мне мгновение прошлого, несоотносимого с настоящим, не мог продлиться. Конечно, зрелища, вызванные усилием воли, можно длить. Они утомляют не более, чем разглядывание книжки с картинками. Так когда-то, в частности, когда я впервые должен был пойти к принцессе де Германт, на залитом солнцем дворе нашего парижского дома, я лениво пролистывал площадь возле церкви в Комбре, Бальбекский пляж, словно поясняя иллюстрациями прошедший день, перелистывая тетрадь с акварелями, сделанными в разных местах, и с эгоистическим удовольствием коллекционер думал, составив каталог картин памяти. Все-таки в жизни мне попалось на глаза что-то прекрасное. Тогда моя память чувствовала какое-то отличие воспоминания от ощущений, но она лишь распределяла между ними однородные элементы. Однородные элементы намек на недавний рассказ о технике конструирования прошлого, настоящего и будущего из обрывков мыслей, где не привлечено ничего из этих трех вещей самих по себе. Сами по себе они возможны только через откровение. И все произведенное лишь проекция желаний, самолюбования и самозащиты. Зато в трех нынешних только что воскресших воспоминаниях я не то чтобы не пытался приукрасить представление о своем я, я почти сомневался в реальности этого я. Так же как в тот день, когда я обмакнул печенье Мадлен в горячий чай в центре плоскости, где я находился, будь она как тогда моей парижской комнатой или как сегодня как сейчас библиотекой принца де Германта, а немного раньше его двором, в моем я, излучая слабый свет, оживало чувство вкус размоченного печенья, металлический звук, окатыш под ногами. Оно было присуще и плоскости, где я был, и другой, комнате тетки Леонии, вагону железной дороги, баптистерию Сан-Марко. Стоило мне подумать об этом и в пронзительном шуме водопровода, напоминавшем долгие крики, испускаемые в летние вечера на бальбекских просторах прогулочными кораблями, я ощутил, как уже однажды случилось в большом парижском ресторане, когда я глядел в окно роскошной столовой, полупустой, горячей, летней, нечто большее, чем простую схожесть с бальбекскими вечерними впечатлениями, когда, так как все столы уже были покрыты скатертями и серебром, а огромные стеклянные рамы, широко распахнутые на дамбу, не отделенные никаким промежутком, никакой стеклянной или каменной гущей, солнце медленно опускалось в море, где начинали гудеть корабли, чтобы присоединиться к Альбертини и подружкам, гулявшим по дамбе. Мне надо было только перешагнуть через деревянную раму, едва доходившую до щиколотки, и стоило только потянуть за петли, как будто для лучшей вентиляции, как все окна отеля, пришли бы в движение. К этому ощущению не примешивалось мучительное воспоминание о любви к Альбертини, ибо мучительно только память об умерших. Но они быстро исчезают, и даже рядом с их могилами остается лишь красота природы, тишина и прозрачность воздуха. К тому же водопроводный шум только что вызвал во мне не только отголосок былого ощущения, но и само ощущение. В этом случае, так и во всех предшествующих, ощущение силилось воссоздать вокруг себя то, что его окружало. А настоящее занявшее его место всей эстетичностью своей массы противостояло вторжению в Парижский дворец то Нормандского пляжа, то железнодорожной насыпи. Приморская Бальбекская столовая с ее камчатным полотном, приготовившимся как покров жертвенника к встрече солнечного заката, силилось поколебать основательность особняка германтов, выломать его двери, от нее вокруг меня дрожали диваны, как раньше дрожали столы парижского ресторана. Каждый раз в этих воскресениях далекое место, нарождавшееся вокруг всеобщего ощущения, на мгновение сплеталось, как в схватке борцов, с действительностью. Настоящее всегда побеждало. Обычно покорялось все, казавшееся мне самым прекрасным. Прекрасным настолько, что я в восторге замирал на неровной мостовой, так же, как перед чашкой чаю сились в эти секунды, когда они явились удержать их или вернуть, если они ускользали, эти комбре, венецию, бальбеке, вторгающиеся и выталкиваемые, пробуждающиеся, чтобы затем утонуть в толще новых, пронизанных воспоминаниям о прошлом мест. И если настоящее не сразу же побеждало, то мне чудилось, что я теряю сознание, ибо в то мгновение, когда происходит воскрешение былого, оно до такой степени всеохватно, что не только скрывает от нас комнату, чтобы мы видели дорогу, обсаженную деревьями или прилив, они наполняют наши легкие воздухом далеких мест, наша воля уже колеблется между различными планами, которые эти места предлагают нам на выбор, наше сознание заполнено ими, или, по крайней мере, теряется в них и местах настоящего, в том же зыбком забытии, которое мы испытываем иногда, задремав перед несказанным видением. Так что существо, три или четыре раза воскресшее во мне, только что соприкоснулось, быть может, с какими-то неподвластными времени фрагментами существования. Но такое созерцание, хотя его объект вечность, мимолетно. Я успел лишь понять, что только радость, посещавшая меня в такие минуты, плодотворно и правдиво. Все остальное нереально. И в этой нереальности убеждает, во-первых, то, что мы ни в чем не находим удовлетворения, как можно видеть на примере светских удовольствий, самое большее причиняющих недомогание, вызванное поглощением гнусной пищи, или дружбы этой симуляции чувства, ибо художник сознает, что, поддаваясь некоторым доводам морали и, отказываясь от часа работы ради болтовни с другом, он приносит реальность в жертву чему-то несуществующему, ибо наша дружба длится только в этом милом безумии, в которое мы впадаем на протяжении жизни, но которые в глубине души склонны сравнивать с ошибкой сумасшедшего, возомнившего, что мебель ожила и разговаривает с ним. Друзья, как и мебель, необходимы для жизни, главный герой постоянно возвращается к мысли об ограниченной одушевленности материи, даже органической. Если одухотворение в какой-то мере доступно, то оно, по мнению писателя, совершается в молчании, в глубине воспоминаний, смыкающихся по ту сторону настоящего. во-вторых, грусть, приходящая за удовлетворением желаний, грусть, испытанная мною после знакомства с Альбертиной, когда после некоторых, впрочем, мелких затруднений, перенесенных мною, чтобы чего-то добиться, познакомиться с этой девушкой, достигнутая показалась незначительным, возможно, именно потому, что я этого добился. И даже более глубокие удовольствия, которые я мог познать в любви к Альбертини, в действительности я испытывал только обратно пропорционально тоске, снедавшей меня, когда ее не было рядом, и когда я был уверен, что она скоро придет, как в тот день, когда она возвращалась из Трокодеро, я испытывал лишь смутную тоску, тогда как все более и более воодушевлялся, с возрастающей радостью вбирая в себя стук, нажавку, успечение, втягивающих в мою комнату и комнату тетки Леони, а за ней весь комбре и обе его стороны. Итак, теперь я решил заняться им созерцанием сущности вещей, уловить его, но как, посредством чего. В ту секунду, когда благодаря жесткой салфетке я ощутил себя в Бальбеке, когда мое воображение было поглощено этим мгновением не только видом утреннего моря в тот день, но и запахом комнаты, скоростью ветра, легким голодом, сомнениями, в какую сторону отправиться на прогулку. И все это, связанное с хрусткой тканью, словно крылья тысячи ангелов, вращалось тысячу раз в минуту, в тот момент, когда неровность двух плиток оживила чахлые и скудные образы, оставленные в памяти Венеции и Сан-Марко, во всех направлениях и всех измерениях, и все ощущения, испытанные там мною, покуда я увязывал площадь с церковью, пристань с площадью, канал с пристанью, и со всем увиденным мир желаний, видимый только духом, я испытывал соблазн, если не было еще холодно отправиться на новые прогулки к венецианским водам, так и оставшимся для меня вечно внешними, то, по меньшей мере, вернуться в Бальбеке. Но я ни на секунду не остановился на этой мысли. К этому времени я узнал, что местности несколько отличны от картин, которые мы составляем по их названиям, и лишь в мечтах и снах передо мной простиралась земля, созданная из чистой материи, ни в чем не схожей с обыденными, видимыми, осязаемыми предметами, материи, составленной из моих грез. Но даже относительно образов другого порядка, образов памяти, я знал, что красота Бальбеке не открылась мне, когда я жил там, что его красота в памяти была чем-то иным, чем открытая мною во второй приезд. Я уже много раз наталкивался на невозможность встречи с реальностью и с тем, что хранилось в моей душе, ибо я обретал потерянное время не на площади Сан-Марко и не во второй мой приезд в Бальбеке, и не тогда, когда вернулся в Тансон-Виль, чтобы повидаться с Жильбертой, и поэтому путешествие, вновь возвращавшее меня к иллюзии, что эти впечатления сами по себе существуют где-то вне меня, на углу какой-нибудь площади, для меня не могло быть тем средством, которого я искал. Я не хотел повторить ошибку, и на этот раз, ибо для меня сейчас речь шла о том, чтобы узнать в конце концов, возможно ли исполнение того, что я считал неосуществимым, вопреки разочарованию, настигавшему меня едва я оказывался один на один с местностью или человеком, хотя однажды отрывок из концерта Вентея уверил меня в обратном. Я не собирался, стало быть, повторять этот опыт, ибо давно понял, что этот путь никуда не ведет. Впечатления, которые я пытался уловить, могли только рассеяться при соприкосновении с непосредственным наслаждением, неспособным породить их, и единственный способ приблизиться к ним вплотную требовал попытки узнать их точнее там, где они находились, то есть во мне самом, высветить до самых глубин. Жизнь в Бальбеке и жизнь с Альбертиной не принесли мне особенного удовольствия. Я испытал от них радость лишь задним числом. Одним словом, заключение, выведенное мною из разочарования жизни, гласило, что жизненная реальность должна корениться в несколько отличной материи, чем действие. Однако, это не устраняло, по чистой прихоти, исследуя обстоятельствам моего существования, различные огорчения. Я ясно осознавал, что разочарование в путешествиях и любви не столь разница между собой, как кажется, что разочарование вообще изменчивый облик, принимаемый, смотря по обстоятельствам, в которых оно проявляется нашим бессилием реализоваться в материальном наслаждении, реальном действии. Вспоминая вневременную радость, вызванную стуком ложки, вкусом печенья мадлен, я думал, разве это не то же счастье, которое находил во фразе сонаты сван, обманутый самим собой, растворивший счастье в любовных утехах, ибо он так и не сумел обрести его в художественном созидании. Счастье, когда я вник в еще более неземной, чем такты сонат красный и мистический зов сван, не знал и умер, как многие другие, так и не открыв свою истину. Обманутый собой, главный герой склонен считать свой духовный и жизненный путь единственно подлинным и завершенным. Однако по отношению к свану это бесчеловечно. В отличие от главного героя, постоянно ловившего себя на равнодушие к Альбертини, для свана Одетта была источником любви, сильных страданий, несчастья, препятствовавших какому-либо вескому размышлению. Объяснение этого недоразумения вероятно следует искать в несовершенстве человека, который либо как сван склонен приписывать объективность чувству, либо как автор всеобщность художественному творчеству, забывая при этом, что предметы веры редко имеют отношение к действительности. Свана, де Шарлю, Блока, многих других своих персонажей Пруст писал себя, хотя у каждого из них есть реальный прототип. Так как истина с точки зрения человека хронологична, то есть истиной кажется то, что явилось последним, быть может именно в этом можно найти объяснение безоговорочного осуждения своего героя, внятное лишь в последнем томе. Впрочем, истина не дала бы ему ничего, ибо если эти такты и олицетворяли зов, то они не наполняли его силой и не могли сотворить из Свана писателя. Сван однако эссеист Творчество Вермеера, которым он занимался, благодатная почва для мыслей об успокоении страстей и так далее. То, что Сван, как и де Шарлю, тем более, что по крайней мере один из прототипов последнего был в некотором смысле писателем, обладавший необходимыми задатками писателями не стали. Это объясняется скорее той же ленью, которая так долго мешала автору приняться за поиски. Характерно, что автор забывает, что, как он сам о том рассказывал, причины этой лени в известном смысле объективны. Тем не менее, тотчас перебрав эти блики памяти, я догадался, что хоть и несколько иначе, но иногда уже в Кумбре, в стороне германтов неясные впечатления пробуждали мою мысль примерно так, как эти воспоминания. Только они таили не былое ощущение, а новую истину, драгоценный образ, и я пытался раскрыть его с помощью таких же усилий, какие необходимо, чтобы что-либо вспомнить. Словно самые прекрасные наши мысли, подобные оперным ариям, снова и снова приходящим на память, хотя мы никогда не слышали их, и силимся расслышать и записать. Я обрадовался этому воспоминанию, ведь оно показывало, что уже тогда во мне проявилась основная черта характера, но вместе с тем и огорчился, поняв, что с той поры на этой стезе я так и не преуспел, а ведь уже в Кумбре я внимательно отмечал в душе образ, настоятельно требовавший, чтобы я его заметил облако, треугольник, колокольню, булыжник, и чувствовал, что в этих знаках таится нечто совершенно иное, что я должен постараться разгадать его и выраженную им мысль, как разгадывают иероглифические знаки, о которых прежде считалось, будто они являются всего лишь изображением материальных предметов. Конечно, эта расшифровка трудна, но только с ее помощью можно прочесть какую бы то ни было истину. В тех истинах, которые разум выхватывает прямо из просветов залитого солнцем мира, есть что-то не до такой степени глубоко необходимое, как в истинах, которые против нашей воли вручают нам жизнь через впечатление. Оно материально, потому что пришло из наших чувств. хотя мы можем высвободить из него дух. Но в целом идет ли речь о впечатлениях вроде испытанного мною при виде мартенвильской колокольни или о реминисценциях, подобных тем, что таятся в неровности двух ступеней, во вкусе печенья, ощущение следует истолковывать как знаки законов и идей. И надо попытаться мыслить, то есть вывести из мрака то, что чувствую, притворить в духовный эквивалент. Разве может это, судя по всему, единственное средство, быть чем-либо еще, помимо произведения искусства? И мой ум уже наполняли последствия этих мыслей. Ибо идет ли речь о напоминаниях вроде стука вилки, вкуса мадлен, или об этих истинах, записанных при помощи обликов, смысл которых я отыскивал в сознании, где в виде то колокольни, то диких трав они представали путаной и цветистой рукописью, их первым свойством было то, что они не оставляли мне свободы выбора, ибо были даны в исконном виде. Я понимал, что в этом печати их подлинности. Я не искал двух неровных плиток во дворе, где споткнулся, но случайность и неизбежность, с которой было встречено ощущение, свидетельствовали о подлинности воскрешенного ими прошлого и всплывших образов. Мы чувствуем, что приближаемся к свету и испытываем радость, обретая действительность. И это же ощущение контролирует истинность всей картины, приводя за собой вереницу родственных ему впечатлений, с той безошибочной пропорцией света и мрака, выражения и умолчания, воспоминания и забвения, которое недоступно сознательной памяти и наблюдению. Что же касается внутренней книги с ее неведомыми знаками, мне казалось выпуклыми, и мое внимание, исследуя подсознание, будет выискивать и огибать их, наталкиваться на них, как ныряльщик, промеряющий дно, то в прочтении этих знаков мне никто и ничто не сможет помочь, ибо это чтение состоит в акте творения, в пределах которого нас некому заменить и нам некому даже помочь. Сколь многие избегают его описывать, в какие только тяжкие не пускаются, чтобы отвертеться, всякое событие, будь то дело Дрейфуса или война, предоставляло писателям возможность все новых оправданий, лишь бы не заниматься дешифровкой. Им хотелось обеспечить триумф вправо воссоздать моральное единство нации, но у них не хватало времени подумать о литературе. Дело Альфреда Дрейфуса 1859-1935 без доказательно обвиненного в шпионаже расколола нацию на две части. Глубокое сочувствие к судьбе Дрейфуса проявили Эмиль Золя Марсель Пруст. Но это были лишь увертки, потому что у них уже не осталось, а то и вовсе не было, гения, то есть инстинкта, ибо инстинкт предтеча долго, а рассудок изыскивает предлоги, чтобы от него уклониться, ибо в искусстве не играют никакой роли оправдания, не признаются намерения, и каждое мгновение художник должен слушаться своего инстинкта, именно поэтому искусство самое реальное, самая жестокая школа жизни и подлинный страшный суд. Только эту единую книгу, труднее всего поддающуюся дешифровке, диктует нам реальность, она единственная, которую сама реальность вдохновила. О какой бы идее, порожденной в нас жизнью, ни шла речь, ее материальный облик, след впечатления, произведенного ею, еще один залог ее непреложной истинности. Идеи, оформленные чистым разумом, обладают только логической истиной, истиной возможного, и их избрание нами произвольно. Книга с иносказательными образами, вписанными не нами, наша единственная книга. Не то, чтобы созданным нами идеям не присуща логическая истинность, но мы не знаем, истинны ли они. Только впечатление, сколь бы сорной ни казалась его материя, сколь бы ни был слаб его след, есть критерий истины. Это то единственное, за что может ухватиться разум, ибо лишь оно способно, если разум сможет высвободить из него истину, привести к величайшему совершенству и принести чистую радость. Впечатление для писателя то же, что эксперимент для ученого, с той лишь разницей, что у ученого эксперименту предшествует работа ума, а у писателя все происходит наоборот. То, что мы не смогли расшифровать, осветить личным усилием, а равно и то, что прояснилось еще до нас, нам не принадлежит. Наше только то, что мы вытащили из внутренней темноты, неведомой никому другому. И так, как искусство воссоздает жизнь в точности, вокруг этих истин, к которым мы подбирались в темноте, разливается поэтическая атмосфера, свежесть волшебства, всего лишь след пересеченных нами сумерек. Косой закатный луч напомнил мне о времени, к которому я прежде не возвращался, когда в раннем детстве, так как тетку Леонию лихорадила и доктор Перспье опасался брюшного тифа, меня отослали на недельку пожить в комнатке Явлалии на церковной площади. На полу были только плетеные коврики, на окне перкаливая занавеск, постоянно потрескивавшая от солнца, к которому я не привык. Я ощутил, что воспоминание о комнатке старой служанки сразу же прибавило в мою прошедшую жизнь протяженность, отличную от всего остального и прекрасную, и подумал, отталкиваясь от противного, что впечатления, оставшиеся от пышных празднеств в роскошнейших дворцах, не оставили в моей жизни их следа. Единственное, что было немного грустно в этой комнате Явлалии, так это то, что по вечерам из-за близости виадука как птицы кричали поезда. Но поскольку мне было известно, что лев исходит от благоразумных машин, он не ужасал меня, как ужаснул бы в доисторическую эпоху крик оказавшегося поблизости мамонта, издаваемый им на свободной и буйной прогулке. Итак, я пришел уже к выводу, что перед лицом произведения искусства мы не свободны, мы создаем его не по своей воле. Но поскольку нам предначертано его создать, поскольку оно необходимо и сокрыто как закон природы, мы должны раскрыть его. С помощью искусства мы совершаем самые драгоценные открытия, без которых для нас навсегда осталась бы потаенной наша настоящая жизнь, реальность, как мы чувствуем ее, до такой степени не схожая совсем тем, что мы считаем ею, что нас переполняет счастье, когда подвернется случай встретиться с подлинным воспоминанием. Я удостоверился в этом, убедившись в лживости так называемого реалистичного искусства. Все это вранье возможно лишь благодаря нашей привычке на протяжении жизни приписывать чувствам чрезвычайно отличные от них выражения, которые мы примем спустя какое-то время за саму реальность. «Я понял, что не стоит труда возиться с разнообразными литературными теориями, некогда тревожившими меня. Примечательно, что они были как раз выработаны критикой во время процесса Дрейфуса и ожили затем в начале войны. Они призывали спустить художника с его фарфорового столпа. Изображать нелегкомысленные, нечувственные сюжеты, но грандиозность рабочего движения. А при неимении толпы изображать, по крайней мере, либо благородных интеллектуалов, либо героев, признаюсь, изображение этих никчемных людей меня мало волнует, говорил Блок, но не бесполезных тунеядцев». Художника с его фарфорового столпа спустить, то есть заставить покинуть монастырь собственного духа. Впрочем, еще до того, как у меня вызвало сомнение логическая полноценность подобных теорий, мне представлялось, что они свидетельствуют о некоторых недостатках апологетов. Так, воспитанный ребенок услышав, что люди, к которым его посылают завтракать, изрекают «мы говорим правду, мы чистосердечны», чувствуют, что эти слова обнаруживают моральное качество, уступающее порядочному, бесхистеростному и простому действию, о котором не принято ничего говорить. Настоящее искусство не нуждается в прокламациях, оно свершается в тишине. Впрочем, обыкновенно избитые обороты этих теоретиков походили разве что на обороты заклеменных ими слабоумных. И, наверное, можно судить скорее по качеству языка, чем по складу эстетики, о ступени, до которой была доведена интеллектуальная и моральная работы. Прозектор может изучать законы анатомии и на теле слабоумного, и на теле гения. Изучение характера возможно и на серьезном, и на легкомысленном примере. Величайшие моральные законы, так же, как и законы циркуляции крови или почечного выделения, мало зависят от интеллектуальной значимости индивидов. В противовес этому качеству языка, без которого, как сочли теоретики, возможно обойтись, поклонники теоретиков с легкостью уверились, что это качество не представляет интеллектуальной ценности. Ценность же, чтобы можно было ее распознать, должна быть выражена без обиняков, ибо они не в состоянии вывести ее из красоты образа. Однако, исходя из теории самого Пруста, абсолютно все в этом мире, в том числе и реализм его поры, и вечные теоретики, которым кажется неведомы смерть и тление, обречено на существование. От этого писателей впадают в соблазн писать интеллектуальные произведения, а это непорядочно. Сочинения, снабженные теориями, подобны предмету, на котором поставили ценник. К радости читателей, эти мысли не побудили Пруста избавиться в своем труде от разнообразных теорий. Дело, наверное, в том, что под теорией он понимает общественно-политические, национальные и религиозные взгляды. Сочинители пускаются в рассуждение, то есть отвлекаются всякий раз, когда у них недостаточно сил провести впечатление через все его последовательные состояния, что приводит к его фиксации и выражению. Выражение реальности заключено, как я теперь понял, не в проявлении темы, но в глубине, где эта тема немного значит. Как-то можно было понять из стука ложки о тарелку на крахмаленной жесткости салфетки, более способствовавших моему духовному обновлению, чем всевозможные гуманитарные, патриотические, интернациональные и метафизические разговоры. Хватит стиля, слышал я и такое, хватит литературы, дайте жизни. Можно представить, сколько простых теорий, типа теории господина де Норпуа, выступавшего против флейтистов, расцвело за время войны. Ибо тем, кто лишен художественного чувства, то есть кто не может смириться с внутренней реальностью, доступна способность рассуждать об искусстве до потери пульса. Если же они сверх того дипломаты и финансисты, имеющие отношение к реалиям нашего времени, они с охотой верят, что литература своего рода игра ума, и в будущем она все больше и больше будет выходить из употребления. Иным угодно, чтобы роман был своего рода кинематографическим дефиле вещей. Эта концепция абсурдна. Автор в данном случае в ипостасе провидца предвосхищает достижения современной литературы. С его точки зрения формальная виртуозность не может оправдать бессмысленных опытов, где вместо внутренней глубины воспоминаний, рассмотрения жизни, писатель предается каталогизации материального мира. Он склоняется к литературе анализа и выводов, не случайно дважды без всякой связи с повествованием, что показывает живой интерес к творчеству этого писателя, он упоминает Достоевского, столь противоположного ему по складу. Однако не такого рода художество приводит его в отчаяние. Он писал божественную комедию, ее секулярный вариант, для которого была необходима еще более четкая и более простая структура. Найденная жизнь была внешне схожа с отсутствием таковой. Пруста до сих пор обвиняют в отсутствии четкого плана, как будто в перемещении из ада в рай или из комбре к принцессе де Германт может быть какой-либо четкий, устраивающий всех путь, ибо жизнь отдельного человека, как и общество, бессистемна. Эту структуру несложно спутать с каким-либо изделием, дающим четкий и правильный срез, и потому здесь он скорее проводит пограничную линию, а не учит мир, как правильно жить. Ничто не удалено более от нашего восприятия действительности, чем подобная кинематографическая точка зрения. Я вошел в библиотеку и вспомнил, как рассказывали ганкуры о содержащихся здесь прекрасных оригинальных изданиях, и решил, раз уж я попал сюда, рассмотреть их. И, не оставляя ни те рассуждения, один за другим я вытаскивал восхитительные томы, не слишком, впрочем, задерживая на них внимание, пока в рассеянности не раскрыл один из них. Франсуа Лешампи Жорж Сант. Это неприятно меня поразило, словно испытанные от книги ощущения было слишком несогласно с теперешними моими мыслями. Этот роман так называемого сельского периода вышел в свет в 1848 году. Не согласно же оно было из-за общей наивности. И тут к горлу моему подступил комок. Я понял, как оно было им близко. Так, когда в комнате умершего служащие похоронного бюро готовятся к выносу тела, и сын человека, сослужившего родине свою службу, жмет руку последним соболезнующим друзьям, он возмутится, если под окнами прозвучат фанфары, подумав, что это какая-то шутка оскорбительная для его героя. И если он доселе еще держал себя в руках, то теперь не сможет сдержать слез. Он вдруг понял то, что он слышит, военный оркестр, разделяющий его траур и воздающий почести праху его отца. Так я только что понял, сколь согласно с моими мыслями, было скорбное впечатление, вызванное во мне названием книги в библиотеке принца де Германт. Это название навело меня на мысль, что в литературе нам действительно был открыт мир чудес, которого я больше в ней не находил. И тем не менее, это была довольно ординарная книга, этот Франсуале Шампи. Но имя героя, как имя Германтов, было для меня отлично от тех имен, которые я узнал позже. Название напомнило мне о чем-то необъяснимом, как тогда мне оказалось в сюжете, когда эту книгу мне читала мама. Так имя Германтов, если я долго не встречался с ними, начинала отдавать чем-то феодальным, как Франсуале Шампи, сущностью романа. На мгновение подменив собой общее устойчивое представление о берийских романах Жорж Санд. В Бери, исторической области Центральной Франции, Жорж Санд воспитывалась у своей бабушки. Необъяснимое объяснялось тем, что мама пропускала все, что казалось ей фривольным. На каком-нибудь ужине, где мысль всегда остается на поверхности, я бы, наверное, мог говорить о Франсуале Шампи и германтах, словно бы в том и другом не таилось ничего комбрейского. Но наедине с собой как в эту минуту я погружался гораздо глубже. Мысль о том, что та или иная персона, с которой я познакомился в свете, была кузиной госпожи де Германт, то есть кузиной персонажа волшебного фонаря, в такие минуты казалась мне непостижимой. И подобным образом прочитанные мною прекраснейшие книги, не могу сказать, что они были лучше, хотя, тем не менее, так оно и было, я уподоблял этой несравненной Франсуале Шампи. Это было очень старое впечатление, в котором нежно перемешались мои детские и семейные воспоминания. И я не смог узнать его тотчас. В первую минуту я с гневом спрашивал себя, кто этот чужак, только что причинивший мне боль. Этим чужаком был я. Это было дитя, которым я был тогда. И книга только что воскресила его во мне, ибо она знала только это дитя, и его то сразу позвала. Она хотела, чтобы на нее смотрели только его глазами, чтобы ее любили только его сердцем. Она хотела говорить только с ним. И потому эта книга, которую мама читала мне вслух в Комбре почти до утра, была для меня так же восхитительна, как та ночь. Само собой, перо Жорж Санд, используя выражение Брешо, любившего говорить о какой-либо книге, что она написана бойким пером, теперь не казалось мне, как давным-давно моей маме, пока она шаг за шагом не сообразовала свои литературные вкусы с моими пером волшебным. Но сам того не желая, я наэлектризовал это перо, как частенько этим забавляются школьники. И вот уже тысячи комбрейских пустяков, о которых я давно забыл и думать, выскочили с легкостью сами по себе и гуськом покатились цепляться к намагниченному кончику в волнующей и бесконечной цепи воспоминаний. Некоторые умы, склонные к чудесам, охотно верят, что предметы сохраняют что-то от взглядов устремленных на них, что памятники и картины являются нам подчувственной вуалью на протяжении веков сотканной из созерцательной любви стольких восхищенных глаз. И эта химера была бы истиной, если бы они перенесли ее в сферу единственной для каждого реальности, в сферу собственного чувства. В этом смысле и только в этом он, кстати, куда значимый, вещь, на которую мы смотрели когда-то, при новой встрече вернет нам составленным на ней взглядом все образы, наполнявшие тогда наше зрение. Дело в том, что вещи, книга под такой же, как другие, красной обложкой, коль скоро они восприняты нами, притворяются внутри нас в нечто нематериальное и теперь состоят из того же вещества, что и наши занятия, наши чувства того времени. Они, по крайней мере, нерасторжимо растворены в них. Имя, некогда прочитанное в книге, сохранит между своими строчками и быстрый ветер и сверкающее, когда мы ее читали, солнце. В самом крохотном ощущении, в вкусе какого-нибудь простого напитка, запахи кофе с молоком, мы обретаем смутную надежду на хорошую погоду, которая столь часто улыбается нам, когда день еще цел и полон в непостоянстве утреннего неба. Этот проблеск — ваза, переполненная ароматами, звуками, мгновениями, изменчивыми настроениями, погодой. Так что литература, довольствующаяся описанием вещей, является собой лишь жалкую опись линий и поверхностей. И эта литература, все еще называемая реалистической, удалена от реальности более всего. Она истощает и наводит тоску, порывает связь нашего подлинного «я» с прошлым. сущность которого таится в вещах и грядущем, когда вещи подтолкнут нас попробовать эту сущность снова. Искусство, достойное этого имени, обязано отыскать ее, и если оно там сядет на мель, то из своего бессилия еще можно извлечь урок, тогда как и из успеха реализма извлечь нечего, что эта сущность отчасти субъективна, что отчасти она несообщаема. Помимо этого, предметы, которые мы видели в определенный период нашей жизни, книга, которую тогда читали, привязываются навечно не только к окружавшей их обстановке, в той же мере, они принадлежат тому человеку, которым мы были тогда. Они могут восстать только в чувствах того лица. Стоит лишь снять с полки хотя бы мысленно Франсуале Шампи, и тотчас во мне пробудится дитя. Оно займет мое место, ведь только оно обладает этим правом читать название Франсуале Шампи, и оно прочтет его, как в прошлом, и будет стоять та же погода, как в том саду, его охватят те же мечты, грезившиеся тогда о странах и о жизни, та же тоска о грядущем дне. Когда я увижу что-то из более поздней эпохи, пробудится юноша. Мое сегодняшнее я — это заброшенная каменоломня, о которой можно сказать, что все ее содержимое подобно и однообразно, но любое воспоминание, как греческий скульптор, извлечет оттуда бесчисленные статуи. Я говорю, любой предмет, который мы видим снова, ибо в этом случае книги ведут себя как предмет. Само действие, когда мы распахиваем страницы, эти строки на бумаге могут сохранить в себе столь же живое воспоминание моих тогдашних мыслей о Венеции, о том, как я хочу туда поехать. И даже более свежие, ибо последние иногда мешают подобно фотографиям человека, из-за которых он вспоминается менее ясно, чем в мыслях о нем. Конечно, можно с тем же успехом взять с полки детские книги, и, увы, иные книги самого Бергота вечером после трудов праведных, это как сесть в поезд, надеясь отдохнуть, осмотреть другие места, вдохнуть воздух былых времен. Но иногда бывает наоборот, если такое воссоздание перепуталось по причине затянувшегося чтения. В библиотеке принца была и с крайне уродливым и безвкусным посвящением Берготовская книжка. Я читал ее как-то зимой, когда не мог встречаться с Жильбертой, и теперь никак не мог найти в ней полюбившиеся фразы. Некоторые слова наводили на мысль, что это они и были, но трудно было поверить, что это так. Куда подевалась их красота? Но снег, покрывший Елисейские поля в тот день, когда я читал эту книгу, не будет отъят от нее никогда. Я всегда его вижу. Поэтому если бы я, как принц Дегермант, соблазнился стать библиофилом, я стал бы им на свой манер. Красота с самой по себе ценностью книги не связанная, приписываемая ей любителями, сведения о библиотеках, через которые она прошла, или то, что по случаю такого-то события она была подарена таким-то самодержцем, такому-то известному человеку, а за ним следовали прочие владельцы, с аукциона на аукцион, и так всю ее жизнь, для меня не была бы потеряна. Эта красота в некотором роде связана с историей. Тем более, если речь шла об истории моей собственной жизни. То есть, я выкупал бы книгу не из простого любопытства. Зачастую меня привлекал бы не конкретный экземпляр, но сам по себе роман типа Франсуа Лешампи, впервые встретившийся мне в комбрейской комнатке, в самую нежную и самую грустную, быть может, ночь моей жизни, когда я, увы, в те времена, когда волшебные германты казались мне совершенно недоступными, добился от родителей первого отречения, от которого можно вести счет упадку моего здоровья и воли, моему каждый день отягчавшемуся отказу от трудной работы. Роман, обретенный сегодня в библиотеке именно Германто, в самый прекрасный день моей жизни, когда я неожиданно прояснил для себя не только давнее несмелое движение моей мысли, но даже цель жизни и, может быть, искусство. Впрочем, я проявлял бы интерес и к самим экземплярам книг, но рассматривал бы их как нечто одушевленное. Более чем другими, я дорожил бы первым изданием романа, но под первым изданием я бы подразумевал то, в котором прочитал этот роман в первый раз. Я разыскивал бы уникальные издания, я хочу сказать те, благодаря которым эта книга произвела на меня уникальное впечатление. В оригинале игра слов и смыслов вокруг оригиналь, что означает и первое издание, и уникальный, оригинальный, подлинный. Последующие впечатления уже другие. Я коллекционировал бы переплеты тогдашних романов, переплеты тех лет, когда я читал первые романы, столько раз слышавшие, как папа говорил мне «держи спину прямо». Как платье, в котором мы впервые увидели женщину, они помогли бы обрести былую любовь, красоту, на которую наслоилось столько образов, любимых все меньше и меньше. И чтобы обрести первый, мне, уже далекому от того, смотревшего на нее я, мое новое я, уступит место былому, если то назовет вещь, известную только ему, неведомую для я теперешнего. Если бы я составил такую библиотеку, ее ценность была бы даже выше. Память заполнила книги, прочитанные мною в Комбре, в Венеции, многочисленными миниатюрами, изображающими то церковь святого Илария, то гондолу, привязанную к подножию Сан-Джорджо-Маджоре, на инкрустированном сияющими сапфирами канале Гранде, они теперь ничем не уступят этим книгам с поличиями, библиям с узорами, часословом, к которым, если и обращается знаток, то отнюдь не ради чтения текста, но чтобы еще раз восхититься красками, внесенными туда каким-нибудь соперником Фукэ, собственно, всю ценность книги и представляющими. Сан-Джорджо-Маджоре, церковь и монастырь XVI века, начата Андреа Палладио 1508-1580 в 1566 году, закончена в 1610 году Винченцо Скамоци 1552-1616 церковь расположена на острове Сан-Джорджо-Маджоре напротив Сан-Марко. Книги с поличиями, то есть с миниатюрами. Фукэ, Жан, около 1420-го, между 1477-м и 1481-м. Художник, миниатюрист. Но даже только перелистывать страницы этих книг, чтобы просмотреть картинки, которыми они не были украшены поначалу, когда я их читал, показалось бы мне опасным занятием, и поэтому я решил, что искушение стать библиофилом у меня не возникнет, даже в этом узком смысле. Я слишком хорошо знаю, как легко оставленные сознанием образы сознанием же и стираются. Оно замещают старые новыми, лишенными былого дара воскрешения. И если бы у меня был еще тот экземпляр Франсуала Шампи, вечером извлеченной мамой из пакета книг, которые бабушка собиралась подарить мне на день рождения, то я никогда бы в нее не заглядывал. Я бы очень боялся, что мало-помалу наполню ее сегодняшними впечатлениями и полностью перекрою ими впечатления былые. Я бы очень боялся стать свидетелем ее приобщения к настоящему, так что когда мне захочется еще раз вызвать дитя, разбиравшее ее название в камбрейской комнатке, дитя, не ведающее, как его произносить, уже не ответит на зов и навсегда останется погребенным в забвении. Мысль о народном искусстве как искусстве патриотическом была, если не опасной, то во всяком случае в моих глазах смешной. Если понимать под этим, что искусство должно жертвовать утонченностью формы и эстетскими изысками, чтобы стать доступным народу, то я мог бы привести немало примеров того, как именно люди светские, а не рабочие электрики демонстрировали свою подлинную безграмотность. Так что народное искусство своей упрощенной формы скорее должно предназначаться членам жокей-клуба, а не всеобщей конфедерации труда. Всеобщая конфедерация труда самый многочисленный французский профсоюз, основан в 1895 году. Что до сюжетов, то народные романы наводят на простых людей такую же тоску, как детские книги на детей. Читая, мы теряем себя в непривычной обстановке, так что жизнь принцев так же интересна рабочим, как принцам жизнь простых людей. В начале войны господин Борес ствердил, что художник, в данном случае Тициан, прежде всего обязан служить славе своей родины. Борес в 1916 году в очерках писал о Тициане, на доме, в котором он родился, написано «Тициану, чье искусство способствовало независимости родины». Но он способен послужить ей лишь в том случае, если по-прежнему остается художником, то есть если по-прежнему изучает себя, производит опыты, совершает открытия, столь же трудоемкие, как научные, и не думает ни о чем другом, даже о родине, кроме истины. Не стоит уподобляться революционерам ради гражданского самосознания презиравшим, если не уничтожавшим работы Ватто и Латура, которыми Франция может гордиться больше, чем всеми художниками революции вместе взятыми. Латур Жорж Де 1593-1652-1652-й и Ватто Антуан 1684-1721-й французские художники, несколько противоположные по стилю. Для анатомии, возможно, не имеет значения, какое сердце она изучает и было ли оно нежным. И вовсе не из сердечности или добродетельности, на самом деле исключительной, Шодерло де Лакло написал «Опасные связи». Нелюбовь к мелкой или крупной буржуазии побудила Флобера избрать сюжеты для мадам Бавари и воспитания чувств. Шодерло де Лакло Пьер 1741-1803 французский писатель роман «Опасные связи» написан в 1782 году. Иные полагают, что в эпоху больших скоростей искусство, вероятно, станет кратким, подобно тому, как перед началом войны предсказывали, что она будет недолгой. Железная дорога должна была убийственно воздействовать на склонность к созерцанию, но было бы глупо сожалеть о времени дилижансов, ибо их заменил автомобиль, и туристы вновь останавливаются у заброшенных церквей. Предоставленный жизнью образ привносит сложные и много различные ощущения. Например, вид обложки уже прочитанной книги выткал в буквах ее название «Лунный свет далекой летней ночи». Вкус утреннего кофе с молоком принес смутную надежду на хорошую погоду, которая когда-то так часто, пока мы пили его из белой фарфоровой чашки с жирной плессировкой, составившаяся из молочной пенки, когда день был еще цел и полон, улыбалась нам в неясном свете зари. Час это не просто час, это ваза, наполненная ароматами, звуками, замыслами, атмосферой. То, что мы называем реальностью, есть определенная связь между ощущениями и воспоминаниями, окружающими нас в одно и то же мгновение. И эта связь не предполагает возможности какого-то простого кинематографического видения, тем паче далекого от истины, что подразумевается, будто она ограничивается одной реальностью. Связь неповторимая, и писатель обязан найти ее, чтобы навеки связать одной фразой два предела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok